Я совсем общие слова сначала расскажу некоторые, потом расскажу о программе курса, потому что тема курса этого не могут обсуждать. Ну, я подумал уже почему-то неприятное дело. Ну, конкретно я имею в виду в армейские решения и прочее. В общем, это полный, если в медленной науках уезжали интересные, потому что сейчас Бог занимается и теоретически, которые мы изучаем в университете, на университетинг, на университете, на университете. Вы, например, имеете общую тему относительности. Знакомы вы? Ну, кто знаком? Я спрашиваю, скорее студентов. Знакомы ли вы с общей тему относительности? Слушали или нет? Кто не слушал? Я не слушал. Ну, где все руки стоили. А вы знаете, да? Ну, это уже хорошо. Молодец. Ну, значит, там языки. Ну, конечно, повторюсь. Здесь физико-минданка. Чуть очень нужна. Сомневая, не вселенная. Ну, это плантовая теория поля. Особливо. Кроме образа. Это очень похоже на плантовую теорию поля. В полном пространстве. Ну, вы это динамику знаете. Плантовую это динамику. Да. Нет. Да. Да. У меня была остановка из Болгарии. Хорошая девушка. Юненькая. Но сначала она меня чуть-чуть поднесла. Я говорю, ну как, вам понятно это дело? А на голову я пересняла. Такого. Я говорю, ну чё ж, ну просто же это... В конце концов я выяснил, что это у них знак согласия. Много. Вот поэтому отрицали. Ну ладно. Я положу это с ним в себя. Что? Ну вот, я не прошу, чем сегестрей изучили. Кого? Квантовую труду. Ага. Я говорю. Труды. Да нет, я вот приемлю. Вот. Вот. Ага. Вот замечательно. Вот. 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 Я говорю, что мне вчера сказал вот один из людей, офицеров университета, что к нему на капитале приходит вот так как физико-миндаро-частизм. Довольно много народу, которые хотят заниматься астрофизикой, космологией и полагают, что это много проще, чем физико-миндаро-частизм. Это, я думаю, не вполне так. Хотя, наоборот, да, он должен быть интереснее. Не просто потому, что сезонное развитие очень много, много, то есть, что самое интересное, очень много загадок. Я не знаю, как. Не знаю, пока, кто это на нём будет совершенно. Хотя, наверное, находятся в последние элитансы, но каждое развитие приводит к тому, что возникают новые Это, если вы такие, я думаю, что чувствуешь, что ребята, ,,гладием, нечего типом, нечего, я бы не представляю подобное, как он не начался. Я, я бы так с этим делал. В основном, не буду сильно пользоваться общей темой насильностью, хотя какие-то вещи, может быть, по ходу И, может быть, мне кажется, специально, если не надо, чтобы не отвлекаться от основного, от основного ведома. Может быть, один вопрос. Вы должны быть знакомы с системой ЕДИНИЦ, с которой вы будете работать. С системой ЕДИНИЦ, с которым вы будете работать. С системой ЕДИНИЦ. Кто не знаком? Вы знаете об системе ЕДИНИЦ. Вы знаете, я вам спрашиваю предстоящих студентов. Что? К. 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 ОТСОВНЫЙ. А 1h, на вторых бланках велич Если вы видите, то время не будет еще и не будет. Ладно. Ну, как вы знаете, чем уровень важной массы? Батоны с миллиметров. Я не просто так спрашиваю. Я вам придется делать быстрые ценности. И знать все величины хотя бы по порядку. Ну, применять. Всякие числа можно сделать. Я думаю, что все таки, музыка это размахиваемом камере. Время, вершины, и числа. В кунтос, на чем равна компонус кальзинаванной Батону? Это, как раз, компонус кальзинаванной Батоны. Это как раз компонус кальзинаванной Батоны. Я сейчас отладываю и мы будем. Глазом 2 на 10-14 сантиметра. И при равновесном объявляю где-то 2 30 на 10-24 секунды. Ну, это просто эта длина на зеленой скорости, потому что мы знаем, чему она затягивается в тронболь, в обратных секундах или в обратных секундах. Еще одно я сейчас скажу, чтобы потом не отвлекаться. Гравитационная постоянная, которую мы используем, это означает константно. Я не знаю, как она пишется в стандартных учебницах, ее размеры, чтобы можно установить и в обратных секунд. А то есть, если вы не знаете, мы не прописали совершенно санкетку, как вы не знаете, на массовых планах по квадрате. Масса планка порядка 109-10 теговая. Да, это будет 10-10 минус 5 теговая. Правильно, да. Это правильно. Эта масса планка, несмотря на то, что очень тяжелая. Она на 19-10 теговая. Там одна и 90-10 теговая. И поскольку она входит в знаменателе, эта гравитационная константка, это, собственно, феноменологическое описание того, что гравитация в общем-очень плавная гостина. Вот, хорошо. Так что это взаимодействие с нами, восточной стандартной. Вот. Теперь, если так, введение, не лучше хорошо. То есть, по ходу делаем. Вот, а теперь, если так, введение, не лучше хорошо. То есть, по ходу инъекции делать разные оценки и понимать, что и как чему равно в сантиметрах или в секундах, или, в общем, в обранных энергетических 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 энергетических. Ну, это как-то. Ничего. Значит, совсем пару слов на стыке о церкви относительности. У наоборот, что это будет специальная церковь относительность. У всех, конечно, в гарантии. Это у меня умный. Вообще, по-другому, рекомендуем. Я думаю, что у меня идея сам Манштейн, вы, наверное, тоже знаете, создает, что вот специальный церковь относительности для того, как через год сформулировали. А в большинстве церковь относительность, как улагаем, еще много бы не дановались. И многие с этим согласны, что они, может, предъявили меня на крыльях. Это совершенно новая мысль, что свойство пространства определяет, что само пространство является динамическим значимым. И что свойство пространства определяется наблюдящейся в нем материи. И в обратную сторону уравнение движения материи определяется. Это просто, если применять, чтобы переместировать, определяется просто движение отход, просто геометрия пространства. Это просто свободное поддельное движение, то есть движение геометрия физическое. И основной величиной для нас, то есть научной форме относительности, это сокращение, не знаете, какое оно. На английском языке это скандартный сокращение EGR. И основной величиной я вижу вот такой симметричный тензер. 4 на 4, поскольку он симметричный, у него 10 компаний. И в основном стемном меню филка это метрика. Она подъявляет динамическую метрику. И это единственный филк. И в основном, что мы делаем динамическую метрику. Кстати, в отличие от специальной цели относительности, сами координаты не являются векторами. То есть, в текстах, в рюкзе, в рюкзе, в рюкзе, в рюкзе, в рюкзе, в рюкзе. Которые определенным образом преобразуются к преобразованию системе Макарминза. В отличие от преобразования, преобразования людей, то есть преобразование может быть. Да и здесь. Здесь интересная девушка. Как вы написали здесь получится? Я могу делать так. Я делаю скотшопы, произвольные герозамы, и теоретные герозамы, и теоретные герозамы. Так они называются в общей фирамиде. Конечно, я делаю какие-то преобразования, но все-таки они имеются. Относительно. Хорошо. И вот работа мы делаем с этими циклами, и буквально совсем очень простая по словам. Речь будет идти о так называемой метрике ритма. Роберт Фолл Мокерн. Фрид Митцов, кто первый его предложил, а эти ребята уже лет через десять. Ну, потому что человек вообще использовал так математически. Вот. И в этом простом случае интервал у нас это сейчас губер-экстрюль, дисконтакте есть. В квадрате минус. Ой, господи. Это одна из форм записаний. Разрешу мне. Это метрика пространства, которое описывает Вселенную, если вещество умнее распределено однородное и изотропленное. То есть, ядетра такого пространства должна быть эквивалентной диаметрии. Должна быть пространство с постоянной кривизной. Ну, потому что ничего не зависит от координаток. Самое кривизное пространство построено. Ну, постоянное. Должно быть три только возможных просто-воздукаргованной тематики в постоянной кривизной. Это плоское пространство. Во-вторых, это... Я еще не имею в виду, друзья. Во-вторых, это будет трехмерная сфера. Трехмерную сферу представление никто из вас не может, потому что двухмерную сферу мы все представляем. Трехмерная сфера, это не шар. Это шар. Это шар. Нет, это не шар. Это трехмерную сферу. То есть, виничный шар. Нет, это... Я не знаю, как это так. Представим, ну, двухмерную сферу, конечно, во всех остальных. А вот представим себе, что такое сферу, то что я в первых, два страста, я бы не взялся. Мы можем взять удерживание. Мы с вами, в России, не будем взять вам, то есть, какое-нибудь впечатление для рождения, если происходить. Но... Ну, и есть там действительно пространство для митосферы. Мы не пребывали тогда, с этой церкви везде. К счастью, темы и наблюдения показывают, что пространство трехмеров плоское, с очень хорошей точностью, с точностью, примерно 1%. И поэтому геометрия такой способ, как мы проходили в школе в среднем геометрии. Ну, понятно, что в раннем геометрии у нас есть семья. В семья, в сферу, в смысле, это становится стоматически, в среднем геометрии. Это не страшно, что почувствует что-то в сферу. Так что, в основном, с огромной величины и главный объемник, если знаете, фронтантом, вот это а-тен, который, собственно, описывает расширение вселенных, в других еще динамик в нулямом приближении. Очень много, очень долго основная часть, в общем, посвящена обсуждение динамик законовой манды Вселенный, подвижение обдорованное и закрывает, когда все определяется от них только одно партнерное тело. И это у нас вообще довольно, ну, не буквально, довольно общая ситуация. Один из тех случаев, когда мы решили, что мы, задача обладает определенными силами 3 и 10 компонентов. Это, как я называю, электричный компонент. Не зависит, мне он нравится совсем не люблю. Вот так, в случае, это одна дочина, одна функция, которая в том числе, подписывает, что все будет принимать расширение силы. Вот это мы видим, что у нас готовы работать. Выведем уравнение Фринмана, который определяет эволюцию Вселенной в зависимости от того, в каком вещество он находится. И будем искать решение. Вообще, программа просто будет постепенно прислаждаться. Я, пожалуй, напишу именно, что вы хотели обсудить. То есть, планирую, как мы хотели обсудить. Законующий уравнение Фринмана. Законующий уравнение Фринмана. По словам, в том, что мы можем видеть кинетика инвентарда частиц в космологии. Мы получим на этом пути ограничения космологические ограничения на массу гетрина. Что вам будет свечено в нескольких проблемах. В те давние времена, когда космологии относились, как по-очередски известного, высказыванного на Мдау, и многие его поддерживали, подействовав поколение. Он говорил, что всегда ошибается, но никогда об этом не признается. Это, наверное, космология. И сейчас ситуация принципиально другая, и раз точная, и многократно проверенная разными способностями экспериментирует. В настоящее время, за счет очень не точного измерения спектра микроволнового фона, то, что называется СИНВИ, космология проверка РАУД. Программальная атмосферка по микроволновому фону, который у нас со всего неба, с температурой до 70-х температуры. Он знает и измеряя очень небольшие, очень небольшие двух акций температуры по небу, можно очень точно определять космологические параметры. Сейчас это, пожалуй, наиболее точный способ измерения с температурой до 30-х температурой. Здесь, в частности, у нас được 4-х температурой будет полностью недостаточно. Всё гораздо лучше, чем при моих экспериментах. Вы знаете, что с компьютерной физикой элементами частиц среди аспиранцев, какое ограничение на массу нитры напрямую? Прямое ограничение на длину электронного нитры, опять тут не очень-не очень то, что горит, около двух электронов вольт, это результаты группы, группы Лобошома, которые, к сожалению, нам больше не надо, и группы Германии Майнц, они получили результаты очень прозвольных. Горячий слой причем для сомок нас нитры. На этом масштабе мы знаем, что масло нитры примерно один из тон. Откуда мы знаем, что масло нитры отлично отставляет, что они примерно один из тон. Вы знаете этого, молчите, я спрашиваю, у вас уже были. Да, действительно, кроме наблюдения нитрыных инсталляций, мы можем измерить разные маски нитры. И мы знаем примерно, что у нас масло нитры сильно меньше электричества. Там дель-дрин в квадратике, дель-стрейте, где-то перенесли. Здесь нетрин в квадратике. И смолик масла. Загрузка по спалу, где гораздо точнее определяется с помощью этого. Потому что вы будете смотреть на небо, тем сложнейшее и очень дорогостоящие перебывания. Сейчас проектируется для маленьких инсталляций под названием К-3, который приблизится к этой точности измерения нитры. И было бы очень интересно, если бы они получили больше электричества, и было бы какое-то потрясение. Так или иначе, мы выведем не в полный этап ручения, а более слабое. Это первое. И второе. Мы приятны, мы еще выведем основное уравнение и решение, которое будет говорить о презентрации частиц темной материи, роды. Мы знаем, что вы знаете и то же, я думаю, что это все равно замена темной материи, которая в пять раз больше, чем в орионах, чем у нашего вещества. И мы сможем, это вещество с вами, мы сможем подсчитать плотность этих принципов этой материи, если вы не узнаете, чем их объявить. Это все-таки основной этой вот кинетики, да. И мы можем, что такое, что вы думаете, как раз проникли на... Вы же там указывали руку, что ограничения могут быть размыты. Если там допустить новые типы взаимодействий или... Ну, я так же, давайте я помню от основной линии, от генерал-генератора, что вы говорили, генерал-генератор партии. Конечно, если мы отходимся от стандартной модели, то как-то можно менять результаты, но в любом образе не очень сильный. Можно действительно разрешить из-за себя все, что можно делать, незапрещенный экспериментом в списке частиц, в взаимодействии, вводить новые частицы, а также измерять спектр плотности материи во Вселенной, то можно это ограничение как-то изменить, но для этого нужно отказываться от стандартной модели. Я пока говорю, что со стандартной модели, которые имеют такую же глинатуру, С, С, Л, мы уже поняли, что это стандарт космолога, а еще один, а это мы уже должны знать. Знакомые, например, умерли на сядке, в физике частиц постоянно умерли, минимальное стандартное взаимодействие. Это стандартный модель физический частиц, когда у нас есть некое слабое взаимодействие, квадратная динамика. Мы галитацию сюда переключаем, и трясение столбаков, трясение смертон. Космология позволяет сказать, сколько существует типов нейтрина. По типам нейтрина речь идет о легких частицах. Ну, с массой там, скажем, меньше чего вот этого надо говорить конкретно. Котомы, вообще говоря, не имеют такого же взаимодействия, как нейтрина, но это пишет, как говорится, эволюет. Число эффективных типов нейтринов. Стандартная модель предсказывает космологическое вот это, что число этих нейтрин есть от 150, 306. Вообще их три стандарта модели, если говорить просто о числе нейтрина. Но когда мы говорим о плотности энергии этих частиц по сравнению со стандартным равновесным нейтрином, то описывается он таким числом, которое несколько больше. Это был результат первой нашей работы с Покутейли, если помните, инфизия. Но мы сейчас к этому числу приближаемся. Но что является очень странным, что наблюдения говорят, что ТНТ-минем равняется примерно 3. Точность, например, равна самому эффекту, так что вы понимаете, что это не очень серьезно. И мы, опять же, будем говорить, откуда это известно. Как можно узнать, что имеются не обнедрения нейтрина, как в стандартной модели, а еще какие-то новые частицы. То есть это не значит, что есть такой какой-то кусок нейтрина. Наверное, знаете, это стихотворение про школьного дворечника, который пришел домой, со свидания, что он получил довольно плохой математик и говорил, что вышли на него в ответе два земляковка и две трети. Это не значит, что есть две трети нейтрина. Это означает, что есть какие-то новые частицы, плотность энергии которой создают 30% от плотности с контактами. Это в какой-то момент можно будет вывести и, по крайней мере, объяснить, как это получается. Это все после более-менее кинетики. Следующий, может быть, я в порядок изложения, но так... Ну, я бы уже так делал, да? Ну, может быть, да. Кинетику космологии, вот это будет кинетику замерзания, процессы замерзания элементарных частей. Кинетику замерзания означает, что они должны взаимодействовать с остатком плазмы и, в общем, начинать жить своей спокойной независимой жизнью. В российской литературе термин впервые придумал Зайтович, только он называл это «закалкой». Почему он называл это «закалкой»? Ну, я не знаю, как что. По-моему, одно. В общем, вы знаете, что такое «закалка»? Встали. А может быть, это не то, что вы делаете. Значит, следующий, это были четвертый полк. Мы поговорим о терминологии. А если взять, то это по-русски. И поскольку термином сходимся, даже и российские перепишутся по-английски, по-английски, ну, область науки такая международная, он работает разными и общий язык тоже, чтобы не употреблась история своей новой скепашины. И он называется «дрек военно-напросительность». Вот. В свое время, до того, как появились новые измерения, новые, ну, например, ощущения, как я сказал, технологии, три вещи рассматривались как основные краеугольные камни. В космологии, по-английски, по-любому, не камень, это кажется так, кормишься по-русски. Как и было три. От «зайских» можно делать на стихи. Вторая – накрутение микроорголового фона. И третья – как раз так вот, и в политическом первичном вопросе. Тогда, подсколочный вопрос в России в те времена сомнений не вызывал. И микроорголовый фон, опять же, в 60-е годы был наблюдён. Многие люди, включая Зима Довича, не видели в горячую воду. И все говорят, что в садянной облачане была горячая, плотная. Говорят, что была холодная и стационарная. Причем, по словам, бывало у пепла. Говорят, что он был не прав, но собирала, скорее, отрицательную руку. Хотя он действительно легкий физик, но вполне было в моих отношениях. Но мы побежали к публикации работы своих учеников. По поводу микроорголового фона и дорожки очень много. Которые написали, что микроорголовый фон должен быть. И что посчитали героспекторы, сказали, где его лучше всего искать. По поводу микроорголового фонда. Наблюдайте на это необратительное внимание. У нас был молодой, по-моему, мастер по фамилии Терж Ваунов. Который у меня лично знал семинар о большей физике на физике. И он калибровал антенну для российского телескопа РАДАН-600. Знаете, что РАДАН-600? Радиотелескоп с диаметром 600-600 литров. Он снимался калибровкой антенны, обнаружил шум. Затронул, обнаружил, что шумы затронули по леву. И даже попробовал с одним шумом на приборе тех, кто есть. Ребята, когда я этот бойко сломал, он ошибку увеличил 2 раза. Потому что мы убедили, что это какая-то ерунда. Ну и никто не верил нам. Хотя это еще гамма. А чуть позже, возможно, почти. Радиотелескоп с диаметром. Тоже требовал антенну. Для этой самой компании Галлана выстроить. Объяснили пенсию с рельсом. Обнаженные дымления. И в очередной платформе. Неожиданно с ним всегда. Ну и после того, как это было открыто, уже сомневающихся не осталось. Так что и сейчас. И сейчас, как я уже говорил, это один из наиболее точных. Телескопов. Наблюдено вот это. Для открытия. Ну, как видно. Постоянная хамма была известна источник судьбой. Ну, вы знаете, что такое Постоянная хамма. На самом деле, параллельная хамма. Скорость расширей. Средний уровень. А еще стала известна на концертном борт. Постоянная хамма. И вот это вот, например, в первом фоне. Вот. Так что. И третьим. Основополагающая хамма. Это был первичный украситель. Который. Описывает процессы. Когда все это было. Ну, грубо говоря. от 1 секунды до 40 секунды. И предсказывает обилие легких реализмов. Это был эдетерий. Гелия. Гелия. Диаметр ДН4. И седьмого лития. Вот. И до первичного эдетерий. До первичного эдетерий. До этой теории не было способа объяснить количество лития во Вселенной. А на начале прекрасно объясняли. И гелий. Оба изотопы. Эдетерий. С летием немножко вышла промашка. Это может быть серьезный вопрос. Лития. Лития. Раз под 2,5 отличается от теоретических. Так сказать. Ну. Лития мы видим очень трудно. Мы живем в другом. В данномочении реальных звездах. Но и где кто говорят. Мы пока не знали. И что-то интересно, что это было. Вот. И еще два слова. И вот в это в те времена не были знаменательства. И относительно сейчас ставим под сомнение. Не то что не было приятно. Это говорит, что она может быть на больших расстояниях иной, чем общепременно, для того, чтобы объяснить ускоренное расширение усилий. Об этом мы тоже будем говорить, если принимать вопрос. Значит, это мы опишем в основных физических процессах. Поскольку характерная энергия – это МЭО. От МЭО до сотен гидролитов вольт. В общем-то, это все уравнение хорошо известное физиком. Правда, ядерные реакции, которые мы должны знать из эскотерпента и их сечения, происходят при нескольких микроусловиях. Тут могут быть существенные оплазмные поправки, расчеты трудные. И те, кто занимается физикой платы, могут быть истином. Почему для нас есть силы? Потому что здесь причина – это аньяковая реакция, потому что они работают в лазме в один МЭО. Кстати, возвращайтесь к этой системе единицы. А вот к чему бы она наняла МЭО? В градусах в чайме, да? Если у нас карманная единица. Ну, это мы исходно не скажем. Это единица чувствует именно на действие шестого? Ну, вы знаете. Это хорошо, что вы знаете. Их уа… Их уа… Их уа… Их уа… Их уа… Их уа… Это самое… Не мог бы это сказать. Хорошо. Хорошо, значит, действительно примерно 1 км в год, примерно 10-4 км, 1-16 км. Ну, то есть, если вы видите на камере, то они примерно на порядке 10 млн. Грант в основном, что уже, конечно, наиболее 10-6 км, 10-10 км. Температурные помпраторы, в результате от того, что реакции происходят в тепловой бане, он будет довольно заметный, если они хотят провести очень большие качества нервы, то есть, это горячие лепутат оправданного процента. Пятый будет, как я сказал, первичный неголесебрис, а тут, конечно, кто? Барио-демесвиста. Барио-ченесвиста. Это... Барио-ченесвиста. Сначала он несколько терактов я назвал задмарио-синтезом, а потом почему-то, может, в случае тонкости или недоступности, так говорить, барио-негазизом. Этот процесс возникновения и избытка барио над антибарио. Самый факт, или уже факт, что в начале, как мы как-то делали, в начале было слово, это может быть вполне правильно, но в начале была инфляция, в случае зону нарушения. Так вот, эх... И это, может быть, не все согласны, но индивидуализация, работающая подробность, но есть экспериментальный факт, что инфляция была, из числа не только качественного факта, но и качественного факта, в качественной инфляции. И... Она не может происходить, если бы сохранялось барионное число. Если бы число... Ну, вы знаете, что это барионное число? Кто не знает. Ну, это... Ну, вы описывали каждому бариону. Барионное число, равное единице. То есть, по-другому, 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 или квак. Барионное число, равное 1-3. И вот это число сохраняется на всех результатах. То есть, например, квадры сталкиваются с антиквар, которые рождают еще в районе квадры, и в состоянии число барионов, а по-другому, число барионов, равное 1-2. В общем, если на рождаемых протонах не распадается, оказывается, на петлю, опять же, в силу сохранения барионного числа. Протон самый легкий барион, барион не распадается. И теория предсказывает уже давно, что это не так, что барионное число не сохраняется. Хосмология доказала это, что барионы не имеются как сохраняются. И не приводят. Ну, точно так. Самым большим достижением в космологии, что вы поняли, что барионное число не должно сохраняться. Очень интересно, что раньше в учебниках писали, что барион сохраняется, и наше существование доказывает, что это так. Ну, если бы не распадались протоны, к примеру, то через какое-то время все протоны на Земле распались, а вселенные живут 10 миллиардов лет, это одни уже не проместные. Сейчас вы сказали только предположение, что наше существование доказывает, что барионы не сохраняются. А именно потому, что с сохраняющимися барионами невозможна инфляция, а без инфляции наш мутник никогда бы не возник в виде, в котором возможно что-то такая работа появится. в том, что сейчас активно уже с точки зрения физики или металли, здесь еще распад протона. И сейчас вроде бы уперлись, что продвинуться больше нельзя. Время жизни протона больше, чем есть в 33-й лет. И ниже продвинуться нельзя, просто уже в пол космических лучей даже в других шахтах это проделает в инфляции. Будут события, возбуждаемые космическими лучами на открытии великих других. И имитация этих событий в нейтронах. Сейчас есть много экспериментов планируется. Недавно вышло в Physics Reports обращаю статью на эту тему, каким-то он уже там оказался автором, по поиску нейтронно-антиядронных астреляций. Если барионное число не сохраняется, то нейтрон может переходить во внешнем поле в антиэнтрон. И это было бы очень интересно их наблюдать. Ну вы знаете, что антиэнтрон какие-то он был. Знаете? Да. Хорошо. Так вот, Варя в Северске это физическое объяснение, почему и как динамически возникли сбыты частиц глотантических. Для этого уже это спормируется сад в 2016 седьмом ноября году. Для этого уже несколько хранений в приемных числах, в чем мы практически вынуждены. Несрое отличие взаимодействия частиц с античастиц с нарушением С и СД. Шланг Роза ЦП знаете? С это преобразование зарядов сопряженники просто частиц с античастиц АЦП это еще отражение безоружения. Когда обнаружили, что С не сохраняется и Ф не сохраняется Лондар предложил, что сохраняется ЦП почему трудолюбие же хотели синий тыль чтобы соблюсти. И это нанесло это решило нашу науку вопрос не было ни одной потому что в доме делался эксперимент по поиску нарушения ЦП вот ребята продвинулись и говорили либо ребята на старше понятно уже продвинулись практически при лечении эксперты которая была обнаружена и тогда версия запретилась эксперимент противничества в это время строительные моменты еще полгода и они пообновлены нескольку это было обнаружено на экране совершиваться поиску храняются если перетяг от частиц к античастицам можно сказать в зеркало в мягкую трубу не такой но за это работа была 4 года хранится нормальные предусмотрения и еще и тариф они кроме полностью до изделия до после в достаточно И, в частности, если несколько отступили в простой модели предложенной Сахаре, генетическую модель ТВС, довольно-таки можно приготовить новые вещества. Настоящие антивещества, для того чтобы антиплатон на космических случаях. Настоящая антибиотерия. Вроде у нас с вами. И сейчас на этом ведется активный порт. Работает российский итальянский спутник Амилон. Это какое-то сокращение Время, ну, в общем, не знаю, надо сомнажать. Работает японская группа для взрослых станций АМС. Они ищут антиямра. И еще есть совсем недавно запущенные Народные космические станции. Это АМС. Альфа-магнетический феометр. Это стермо-трохтомная махина. Она не только в космос. Вот. И сейчас нам называют иногда антиметерспекторометр. Вот. И там ищут действительно антиядра в космических лучах. Они не могут родиться во вторичных процессах. Ну, сами протоксантитопотонов столкнулись. Приводили. И сейчас принято четыре антибариона. Плюс четыре бариона. И они еще должны стрипнуться. Потому что они связаны соединения антибариона. И цены фотоны. И фотоны идентичны. Да. Как раз так называют истинные нейтральные частицы. Есть фотоны и другие зоны. И на этом, пожалуй, все. Как их можно придумать? Нет. Ну, это, вы знаете, придумать можно, но так и плохо. Это не так просто. На самом деле испортить электродинамику. Электродинамика на измерения точных того, который мы узнаем. Там эффекты рассчитываются до увеличения лучше, чем 10 минус 8. И это замечательно согласуется с наблюдением. Вот. Если вы введете антифатон, который как-то взаимодействует вроде яблочных фотонов, то это, конечно, будет красиво, просто для организма. Хорошо. Значит, это относительно стыльниче. Дальше яблок а так называемый образованием крупно-наштабной структуры Вселенной лавочистая инстанция. Это, ну, технически может быть довольно заложное дело, но необходимо это процесс, формированный крупно-наштабной структурой. Ну, это понятно, что это. Вселенная, в общем-то, в идеалистическом случае она была с хорошей точностью. Мы знаем это из эксперимента. Очень гладкая и однородная основная часть своей жизни. Ну, по-моему, а по-красному случаю, уже на районе стадии она была вся гладкая, а потом и за счет небольших фруктуаций плотности всегда откатили возможные неоднородные плотности. Стады образовываются структуры за счет того, что там где-то, чему-то, если на ней вот эта молодость, а она обращается вот так, то там где-то богатые, они взяли всю материю из других областей, и таким образом возникают галактики, их скопления, то есть они богатые становятся все более богатыми, а бедные становятся сильнее, 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 все будет очень лучше. Ну, это... Ну, это... Ну, это... Ну, это... Ну, это... Здесь не вполне так. Настояние на ближайшей храмартике а то у нас там андромеды... Ну, там несколько... Да, андромед близко, это меньше... Сколько? Двадцать километров? А, это я в парсетах приводил, что... Ну, примерно два миллиона, действительно, меньше, чем в метр парсетах. Вот. И, в принципе, настояние возможно... Да, это парсет. Да, этого еще дать мне надо. Вот. Ну, вот. И, в принципе, речь идет... Речь идет о другом, о том, что сначала было все почти шкадноровно. Вот. И за счет того, что были маленькие неоднородносторы, плотности, то это не в масштабе, на точке действительно, но здесь не успято. Вот. Более богатые плотности стали на нас для себя более бедными, такая вот капиталистическая работа. Что? Откуда вопрос занимается? Вопрос правильный, это я хотел сказать. Вообще этот вопрос до 80-го года ответа не имели. Здрасте. Заходите. До 80-го года ответа на этот вопрос не был известен. И я помню, мы работали здесь не сухое чем-то. И почти каждый наш разговор заканчивал словами. Но это, конечно, очень интересно, но мы совершенно не понимаем, каким образом, что было причиной возникновения вот этих первичных неоднородностей плодкости. Никакого механизма рассуждения по тем временам не было известно. И это оказалось неразрешимой загадкой. Какие-то мои неоднородности плодкости на масштабах, микроскопически, сделать не трудно. Этому они не будут. То есть тепловые фруктуации, когда Дельта Н, Дельта Н, порядка корней из Н. Правильно, да? Попомню. Величина тепловых фруктуаций в системе с Н частиц. В размере. Вот там мы выбираем ту систему, в которой находится у нас Н частица. Вот это штат фруктуации, по-моему, квализы. Вот. Можно было иметь квадровые фруктуации, но их размеры, как вы сами понимаете, квадровные. И вот когда в это время была предложена теория инфляции, показалось, что она предсказывает небольшие фруктуации плотности, которые за счет экспоненциального расширения мира становятся фантастически большими. То есть мы имеем фруктуации плотности на машинах, галактиках, микроскоплений, и более того, спектр этих фруктуаций, это уже количественные предсказания. Можно померить измерения, показания. Вот, вот тут. То есть это фантастический, интересный результат, что можно измерить. Фантастический, интересный результат, который была сгенерирована, когда, наверное, возраст Вселенной была действует специально. То есть 35-й секунды. То есть, когда можно вызывать термонитерный заряд? Чего? 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 То есть, в момент, позже, это действует термонитерное нарастание и раздает частица, а потом, на каком-то фронте, начинается... Ну, это нет, не совсем так. Вселенная не напоминает взрыв Вселенной, вовсе не напоминает взрыв термоядерный заряд, или даже скромный. Это, действительно, взрыв пустоту. И такого не было. Вселенная всюду однородно и равномерно рванула ни в какую не пустоту. И, кстати, я помню, хороший ускорительный физик у нас в институте ОТФ предлагал объяснять ускоренное расширение Вселенной, давлением нейтрино. Я ему говорю, ну, вообще-то это все неправильно, потому что ускоренное расширение идет за счет отрицательного давления, которое входит в уравнение Эйнштейна. Он у меня выкинулся и так вот постучал. Он говорит, ну да, ракетами отрицательного давления виталий. Я ему сказал, что ракета действительно вылетит в пустоту. А тут совсем на рукой. Я ему подумал, что ракетами отрицательного давления виталий. Правильно? Немножко выключили. Вот. Мы их будем благодарить. Это очень важно. Потому что наблюдение крупномасштабной структуры, ее спектра в различных формах, веществах, позволяет очень многое сказать, что их их понадобится. И, в частности, изучение этого дела, одними сильными руками в этом травме материи. Вот. Наши первые установки. А, ну конечно, об интелляции. Это самый первый достоверный установленный момент в эмаграции Вселенной. Когда Вселенной расширялась экспоненциально. Вот этот масштабный фактор, который был написан, расширялся как экспонент H, и это значит инфляция, на время T. В необычном законе. Ведь у нас не инфляционного. Вот этот параллельно H, если я его что-то не перепишу, H есть. А с точки разделенной АА. И я потом пошла по факту, которую мы ввели. Так вот, на обычном законе расширения вот этот H ведет себя как единица на Т. В этом смысле, это был постоянный хабл. А параллельный хабл сейчас в рентуале. Он отключен, а он отключен. Эмаграция, это что-то, по некоторой причине, была постоянной. И это приводит к инфляционному расширению, когда практически из никакого размера, где не было ни материи. Ну, сами представляете, если взять размер 10 мл, условно говоря, минус 20 сантилетра, то количество вещества, даже если взять его планку с предплотностью, 20 планку четвертой степени, уничтожено лобом. И вот этот небольшой объемчик расширился для необразимых размеров гораздо больше, например, на ней вселенные, и все вещество там из него, видимо, сошло. И не думайте, что это противоречит о том состоянии. Ну, тогда я вам не могу все-таки сказать, а сейчас мы немножечко займемся. А, ну, конечно, еще надо будет обсудить довольно простой технический вопрос о темной материи. Кто может быть, он не материи, каких способов, какая газификация. Мы, конечно, в каком-то смысле больших проблем нету. По той причине, что это могут быть какие-то новые, но более-менее нормальные частицы. Никакого X-ЛК в новом поведении у них не ожидается. А кроме того, есть нечто. Девятый. Тёмная энергия на обороте. Это ситуация, которая, в отличие которой, ну, так, она постепенно устанавливалась. И в течение всего-то 200 лет. Углевном нам метады. Это тёмная энергия. Из-за этого, мы в плане посмотреть, что нам нужно было дать. Но очень важно. Интересно, что касается записи. А вот работа делается уже костяка. Это все. Интересно, что мы с вами как-то будем делать это. Это, так называемая закрытая вселенная, она расширяется в русскую область. Можно съедать очень быстро, и камень никогда не берет как-то открытая вселенная, она никогда не скрывается. Мы думаем, что искусство между ними, как-то скорость камня на бесконечности обратится строго в ноль, а синтетически, так сказать. Вот это означает мозг вселенная. И аналогии здесь не имеют. У вас есть, а у этих камней нет. Я поставлю так, что вы не можете. Кроме того, это просто такая аналогия буквально, если они расширяются в вселенной, то есть уже не камень. Просто он один из того, что отлично. Так вот, то, что мы видим сейчас, как камень-инноциации уменьшающейся сложности, а в какой-то, на этом, включен реактивный эффект или анкорротизацию эффекта. Это то, что мы сейчас видим. Это, есть два способа отписания этого дела. Какой-то новый скаляр первого гайкоря, либо модификация интервиляции, потому что у нас все фотографии будет. Это, конечно, можно отступить в тесно-время, в модификации. А, как я могу продолжать сказать, про инфляцию, как я говорил, здесь не только для наложения, а надо еще писать для загреба вселенной. Отдельный цвет. Тяжесть онет о рождении частиц, верхнапых частиц, внешнем боли. То, что в обычных курсах флоновых горюй не отключается, но это, тех, кто тут знаком в храме, сегодня Haverick. Особо худ counter не будет. И, ну, тут может быть немного техническое изражение, за за счет того, что все это происходит в ревом пространстве. Кто-нибудь из вас слышал? Может, вы слышали? А, нет, наверное, не слышали. А, ну, как называли, не выходил. Не слышали, но, в общем, это... Вот пес проста, но в первом цели это часто использование тех, кто изучал эту тему. И вот, оказывается, при рождении частиц это тоже проявление. Преобразили ингредиенты. Хорошо. Ну, вот, примерно такой план, что здесь получится, я пока не знаю. Стремится, по крайней мере, какие-то куски, какие-то охватить. Может быть, это будет пространиться, более чем на севере страны. Хорошо. Ну, что-то. Так. Тут все хорошо. Почти сейчас. Как у нас тут... В какой-то момент, если предполагается, что две парни будут, когда первые все делались? И когда с вами все делались? У нас это 50 сетей. Без сетей и парни закончатся 50 сетей. Сейчас. Я продолжал, когда закончусь. А сейчас... А, ну, хорошо. Переприняйте. Сейчас, по-другому, что я не заберу. Опа! Термин бары, что-то не витрозыкание. Я беру честь. Вот. Хорошо. Ну, давайте. Я сейчас выведу уравнивый фильм, да? Кстати, из литературы можно поначалу посмотреть. Вот. Ну, давайте. У вас настройка из литературы. Площается, что школьный депп в 2009 году. Поиск стон, где то список и есть. Значит, это литературский депп, литературский депп. Ну, и просто такой же момент. Галактический депп. А как это собирается просто без лаги, наверное? Да. Хорошо. Ну, хорошо. Давайте я сейчас... По выложу некоторые направления. Женоческому образуу вам, когда определено то, что результат окажется неправильный. Командир. Если вы смотрите исходы, то вы пытаетесь вывести правильные строки, но я вам не знаю, вы знаете, вы имеете понятие по тому, как это можно у вас. Такие просто выглядящие уравнения, хотя это далеко не в реализации, это не больше звучания, но на дольше я уже писал это методично, в геометрики делается так, как говорят на немецком языке Alsatz, в строку, что она и переменит, как я написал. Давайте напишем ее со всеми, где единица и минус а в квадрате от t, или дельта без н. Вот такой диагоналный тензер. Это как раз описывает в геометрики дельта из квадрата, есть дельта в квадрате, минус а в квадрате, или дельта в квадрате. На самом деле, как мы немножечко исполняем и будем это делать, мы более сделаем, что метрика такая, что трехмер, это отличать трехмер на толщинку расходов. Дальше надо что-то делать, вычислить величину Эрмилю. Эрмилю надо начать с символа Христофия. Это, может, вам непонятно, но тем более, вы знаете, что в России мы переставшие, наверное, наградами пользуются. Вот, я думаю, что все это знают, но сейчас приведу пример. Вот, и вычислить тензеры гребезны, это тензера речи называется, это канарная гребезна. По стандартной правильному константе, вот эту штуку, метрик можно в бальфорне. После этого, после команды заново-прощеное, то есть волночное валовение, которое сейчас выглядит просто на доске, в этой штуке, как в этой штуке, то есть волночное валовение, то есть волночное валовение. Вот, на тех, кто, кого можно сказать, смогу заценить риски, то в этой штуке мы делаем номер 0. Это такая штука, если мы пишем производную, от некоего вектора, для него ве-ад. Так вот, если мы живем в плоском пространстве и находимся в приклидном системе координат, в декабре, в системе координат, то это есть тензор. Так вот, если мы рассматриваем прямые границы, даже в том же самом плоском пространстве, то производные оказываются совершенно не на теме. Это не есть dxva, это, конечно, есть dxvax, 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 dxvax. Но если я подпишу подпишу эту сферичную координат, это не будет drvr, dfvax, dfvax. Вы согласны, что это совсем не так надо видеть. Надо сделать сегментное припасы на ней. Так вот, такая сферичная, эта шкоповина переписывается через тензор, через силу этой сферичной и правильная форма производных координат. Так, есть. d, u, v, r, b, r, 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 r. Vygox, j, v, r, 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 r. r, r, r. Я хочу уравнение 0-1, но произвольно трёхмерной диаметрии, не плоской, т.е. параметры в руках не есть 0, тогда с ним буду крестовым ягодом, патроны литерами, после этого вы расходите в это уравнение, произведёте щёлки и получите те уравнения, которые сейчас называются. Кстати, сейчас, если приходится делать совсем сложные вычисления, математика, например, вот эта программа Стивена Вольфравна с музыкальной компанией, всё это может делать. И это, конечно, тяжёлая команда, но всё-таки нередко надо уметь, очень часто уметь считать аналитически. Есть разные примеры. Сейчас, если мы рассмотрим с ароматом, теннисом, карманикой, ленцом, считали некую сложную специфическую модификацию, и вычисления были очень неприятными. Мы сначала рассмотрели довольно простой случай. Я считал аналитическим, заслужил математику, и у нас было не согласие, но он нашёлся аж посчитал. Потом мы посчитали, и это было очень много, посчитали, посчитали поле сложностью. Считал Фомиэда, заняло два дня. Он посчитал это дело за полтора часа. И почти совпали он нашёл у себя маленькую крошинку. А потом, совсем в том же случае, я уже не мог считать, поскольку это занимало больше недели, и набрали, по-моему, всегда. Но его результат во всех преднедных случаях совпадал с чем надо, и вдруг взорвнул с другими ответами. То есть, после этого можно было доверять его программам. Во всех случаях. А там, в общем-то, нам нравится. О, ещё примеры. Я знаю. В общем, я к тому, что надо мне делать аналитические ошибки. Расчёты сейчас очень часто такие новые поколения, говорят, вот, за то, и вы будете получать такой-то результат. И, к сожалению, когда человек начинает меняться, это не всегда видно. Есть ни черный ящик, а потом люди мучаются. В общем, у меня просто подзадили, или можно точно рождать аналитические, если бы он стоит в 1-6-6 займёмся к примеру. Ну, а вот значит, давайте теперь, после этой береги, попытаемся вывести уравнение. Я рассматриваю такую ситуацию. Модельку как раз вразил однородное аромомерное вещество. Вот это озеровый цвет, там, по-разному, и неплоскому, как мягкое. И увидели в нём небольшую сферу. Небольшой шаг. Ходит аналитический взгляд, в том же момент, когда, приходя на наш известный, не знаю, физико-натенователь, но физик, Попутин Валерий Штукрылов, читал лекцию в Смольном для Благорода, по-разному. И, как-то я думал, я возьмём степену. И увидел, не понимая, на лице англаборатных действий. Он говорит, ну, мягче. Те сказали, как сработал, какой-то нет. И он говорит, а теперь давайте проинтегрировать по сфере. Конечно, чтобы не продвинуться. Проинтегрировать по сфере не будем, я, конечно, никого не хочу обменить, не будем, огородные действия. Значит, посмотрим здесь где-то вот тут вот точечное, ровное тело. И посмотрим, что с вами будет рассказать. Что вы узнаете из Ньютоновской репертиории, а вот помните, как здесь инструктор работает, что если мы имеем однородное изделение, зависит только от радиуса, вся внешность не действует на радиусе. То есть движение этого крупного тела определяется гравитацией репертиории. Значит, мы запишем закон совпадения а этот буквально обозначиваем эту радость, эту радость и буквы а обозначиваем эту радость и посмотрим, что все точки произведены. Значит, а с точки квадратных пополам это классическая энергия масса загриняется на выпаде из ответа плюс потенциальная энергия это будет что 4 пин на 3 ром плотность на квадрат значит надо написать массу в квадрате и написать знак минус это потенциальная энергия это масса тела ром разделенная на энергию есть потенциальная энергия есть масса у нас у нас у нас разуме нравится согласен вообще с с китая это роман постоянный это с первой роман древним это все в это все все занят однородным веществом И он выделен кусочек, поэтому он потерянный стёрбок. Он обрегатчиком вязал молодцы ляги. Мерили фуисы, скорость еще и нарвали. Я не только с реабилитацией. Но отсюда, если мы видим луков в осночке, если мы наблюдаем H, то мы получим буквально следующее. H в квадрате равняется H на 3 R, разделенная на массу планка в квадрате, минус K, международная на квадрате. Минус K. Вот здесь плюс, поэтому это же маленькая какая-то, я здесь куплю минус. А тут знак ляги. И это отразит знак ляги, которым будет пользоваться. Это ляги говорит нам о темпе расширения Вселенной, если честно, какое вещество это Вселенное население. Кроме того, можно написать другой закон, а именно в баланс энергии в единице объема. в K а в ку- а с т т т т т т т и т т... Нечестно. То есть мы возникли ВДВ, то я большую, потому что специально, чтобы не было скорого. За очередной картипка пишется маленькая, но наступился в случае какой-то против-крою, маленький В. ВДП плюс ТВ обратно, В заднём. И теперь давайте навык сокращен и получим следующее замечательное армию, которое выглядит в эту форму. Рост ручки равняется минус 3H, а вот не тряпится. Это закон эволюции материи и расширения мира. Отсюда же можно получить, дифференцируя одно из этих уравнений, используя другое замечательное соотношение, которое тоже очень полезно имеет. А с главной точкой на распределённое нагло равняется минус 4H на 3 правильника. Масса бланка в квадрате. Ро плюс 3. Вот это правильные уравнения. Они получатся для вас за пару часов на годы. Если вы не знаете, как участие в ответах, вы сможете расписывать Энзабри. Лейнадену, Христофелис, Дмитриеву Ка. А если у вас первый уравнений, вы можете использовать эту логику. И это наше основное уравнение, которое будет у нас распространено в течение того времени. Теперь, скажите мне, пожалуйста, где я вас обманул, как вам объясняли? Результат совершенно правильный. Это, кстати, я обманул. Я, естественно, ничего не использовал, кроме Яковлева, Ньютону с Митёргией. И, тем не менее, получил ответ, который абсолютно правильно получается в общей теории относительности. Кстати, у меня очень много воздействий, что права части уравнения Энштейнера, и у него один конструктор, который у меня 5, равняется в общей теории, у нас в плане в квадрате ТНУ. По-любому, что у нас два квадрата в квадрате, есть не полосные константы. В одной книжках пишите кто-то, что константы, загорения ТНУ. ТНУ, то есть он включает в себя и плотность Энергии, и плотность Интерса, и, как я говорю, так же вся эта патруль, если вам понадобится. В этот момент я выпишу, но сейчас нам не понадобится. Обратите внимание, кстати, на это уравнение. Совершенно замечательно. Мы видим, что уравнение уравнение не уравнение, а еще уравнение давление. Это наше счастье, потому что если давление не уравнение, то мир бы невозможно было создать. Потому что есть системы, в которых P отрицательна, и как раз инфляция, которая, я повторяю, привела к созданию меры, в котором возможна жизнь. Эта создания была реализована на состоянии вещества с отрицательной P. Я помню, что люди являются. А если мы были в Гитомовской георде, то это бы не было, и мы бы всегда были в рентационных натяжении Вселенной, и никогда бы не расширяемся. Мы расширяемся, может, за счет этой губы, 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 который был на телесе. Так вот, оконул я вас вместе вот в этом вот. А именно, когда я говорил, что я подставлю в кинетическую потенциальную энергию интегралу от РО по объему сферы. А РО, я говорил все-таки, что это плотность энергии, а не плотность массы. Но если я поставлю плотность массы, то я думаю, что ты еще бы разумного не получил. Разумные энергии уменьшения. В этом месте. Но вообще, надо сказать, что я все равно не очень понимаю, почему-то губы можно возникать в правильном выравнении. Опять. Способ. Это может быть и хорошие, из-за того, что вы забыли что-то делать. Кстати, как я уже сказал, из этих трех выравнений только два являются независимыми. Потому что нигде мы будем учить и дифференцируем вот это и доставляем на смачки головки. Вот это вам будет. Это вы там все проверить сами. Такое упражнение надо. Вот. А теперь дальше. Вот эта вот штука. Это фактический, очень важный закон. Посмотрите, я вам снова записываю ровную. Это важное замечание. Зависимая р-лю. Зависимая, з-лю. 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 Ну, вот эту штуку обозначали поехать на работу в т-лю. З-лю. Чтобы все, наверное, здесь нет. В т-лю. Вот так. Посмотрим эти правдивые. Есть так называемое, если я правильно понял, толщество речи, которое говорит, что если я подействую в производных этих вариантов, то есть G, N, D, N, G, N, Н, N, 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 N Это истажные спрингины. Это называется творчество речей, где-то просто ничего не надо, это просто репрессия, хотя вот хорошая аналогия, когда мы имеем уровень Максона, истажные спрингины. Вот так и выглядит правильное на Максона, о котором вы все знаете. Знаете? И мы знаем, что есть такой замечательный закон, если подействовать для него здесь, то это будет та швейская нынешняя, потому что антисимметричный тензор, это симметричная перагонка, и все в принципе. И это означает, что никак нельзя испортить максимальную динамику, уплатя несохраняющуюся толку. Испортить можно, если только прописать по тону какую-то массу. Тогда можно и держать вот эту швейку. Чемметричная перагонка. Снимать саду, а в квадрате, а не, и я начинаю спасать от противоречия, что если поток будет красивый, то можно сделать несохраняющуюся. Здесь абсолютно то же самое. Я действую в производной, где-то на швейке делаю, значит тензор тоже должно сохраняться. Тензор. Тензор. Первый вопрос. Теперь, если если мы будем жалко теории из-за теории инварианта относительно некой группы преобразований, то возникает закон сохранения. Например, если теория варианта относительно кувалентов, то возникает закон сохранения мумерта. То есть теория варианта относительно смещений, то возникает закон сохранения мумерта. Тут теория варианта относительно произвольных кардинальных преобразований. И возникает закон сохранения мумерта. Кстати, здесь и вот этот закон в пространстве Фрейнбурна, Робертсона, Уокера буквально отвечает на ЗАГО. Здесь буквально, когда соглашение. То есть такой закон о варианте воспространения тензора и энергии. Вот это очень важная вещь. Разумно построить теорию невозможно. Кстати, было некое количество опубликованных абсолютно неправильных работ, когда люди говорили, а давайте рассматривать теорию, в которой эта скорость света зависит от времени, либо гравитационная постоянная зависит от времени. Знаете, у меня здесь нет, потому что у меня в этом стихе у нас упал так. Он раз, а в том же время. Мы упал так, как мы упал так. И после этого мы брали разные законы, так, чтобы можно было написать ускоренную на ширину света. Ну и в чем состоит наш метал? Да, производную надо еще по времени не пройти. Вот именно. Когда реально пришло такую штуковину, и поднесем варианты производного сюда. Это будет отлично уложено. А поднесли сюда то, что будет. Вот это есть часть. А производная от этого хоть не будет. То есть возникает самая противоречивая терапия. И если правильно действовать, Но это же Ан, какое-то внешнее поле, которое отмечает отписанных силуз и предельствий, то тогда возникнут просто дополнительные члены, которых они учили. Но будет довольно много публикованных работ, и просто только сущи, что экзезеки все это пропустили. Хорошо, ладно. Давайте сейчас начнем. У нас есть три основные уравнения. Что-то нужно обратить. Во-первых, понимаете, что при отрицательном В. То есть, если В отрицательном, то этот минус превратится в плюс, а В, ну, надо, чтобы он был довольно достаточно большой. Ну, кстати, я вот тут говорю, что это полная система, это вранье. Вот. Значит, ускорбит от неизвестных оборудов. Ну, простите, сиди немножко, еще не надо оборудовать. Сколько? Ро. П. П. Постоянно. П. Постоянно. К. Мы с окнотой руками. Она не на ноль, либо плюс-минус единица. Откуда-то знаю из измерений геометрия. Сферы геометрия открытия выберут волновые геометрия, можно сказать, что отвечает А в этом направлении. К так, что в этом смысле экспериментальные факты, надо выбрать между тренированными возможностями. Наблюдение показывает, что А с хорошей точностью, в каком смысле? Ну, я сейчас скажу, с какой точностью. Есть РОК, есть РЭК и есть МОПА. Три неизвестных. Масштабный фактор – плотность и энергия, плотность добычи. А у РОКОВАИ – два. Хотя формально, если как-то не. Для этого нам нужно знать что-то о физике материи, которая населяет этот мир. Рассматриваются три отличных, простых случаях. Ну, и другие рассматриваются. Но вот, в реальность же, осуществляется, заполняется в мире. В ближайшем периоде может быть состоятельным вариантом, когда давление есть примерно 0. Это не литерийская ситуация. Плотность. Мы имеем набор электричков с массой М. Они могут как-то двигаться, используя отличие от РЛМ. Но плотность энергии, но есть масса. У нас нужно намечить площадь. Ну, если хотите, запишите там за квадрат. Вот, в вашем рамке у них 100 единицы квадратных, 4 части. Вот. Плюс, что-нибудь типа М, М и сюда квадрат попал. И, поскольку вещество не активисты, то мы просто двигаем. Одопление. Мы начинаем с типа М, Н, В. Ну, мы можем его считать по-аккуратнее. Но он тоже нормальный Н, В. И в этом приближении мы считаем В равным. И возникает хорошо выпытаемый и рефризованный, в прошлом, сейчас нам была другая ситуация, во вследной законе биорелетивистовой машины. Бывает рефризовательское вещество. Когда В, вы знаете, чему равно давление в рефризовательском газе? Как оно связано с плотность энергии? В ландавричество в том, в этом написано. В ландавричество мы проходили. И в теории мы продолжим проходить обязательно. В раме и царо. Временная нация. Это другое зеркало расширение. И в котором тоже был, скажем, примерно... Вот, давайте я введу сейчас еще одно новое проятие. Чтоб нужно было что-то описывать. А именно красное значение С плюс один. Которое есть масштабный фактор сегодня. Оно разъединенное на А и В. И в глаза точно. Вот эта причина будет меньше и меньше, она быстро. И поэтому, если я говорю о большом С, это значит, что это далеко в прошлом. Это называется красное. То есть логическое красное извещение. К... К... С... К... К... С... Хорошо. Так вот, до красного смещения примерно... С... 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 Сейчас... Ну вот это мы по-палку не пройдем. С... 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 Больше скорости света возможно. Это связано с тем, что локально ничего такого не возможно. Если вот мы сидим на расширяющейся сфере, и вот тут наблюдатель. Никакой объект мимо этого наблюдателя, пролетающий, не может иметь скорость большей скорости света. Но если мы имеем сферу в большом ратурсе, равномерно расширяющуюся, то тогда объект, находящийся далеко, если сфера достаточно большая, вот удаляется формально со столь, чем больше скорости света. Это в своей собственной системе как-то. Но на самом деле это растение быстрее, и вот расстояние для объекта, прибывающего быстрее, чем скорости, называется, то есть, мы можем более точно доверить об этом в какой-то уровне. Вот есть такой цикл расширения, и было изменение от этого законы к этому, произошло примерно, как раз, воплощение 10-4, ну и, значит, я знаю, как-то 10-3, его возраст будет 14000, а то, значит, это примерно 100000. Давайте мы посчитаем, а есть еще между ДС и вакуум. Это ДС и вакуум. и она же инфлюзионная, или она же вакуумо подобная. Это когда плотность энергии выглядит как вакуумная энергия, для которой «К» справляется в лицо. Такой закон был, когда у нас были основные генеры, когда была нефляция. И мы увидим, что для нас для формы вещества мы вместо наследования проводим торшение. Никогда для него и одно, то было и третье. Реально бывает их смесь, но тогда более сложный закон. Но, как правило, большие пуски состоят через генеры. Эта глава не является либо это, либо это. Переход к этому – законное расширение. То есть, был в изначальной стадии. Это, может, довольно короткий период. Но за это время вселенная расширилась очень и очень сильно. Все какие-то морозы. Переход к этому, от причин нарушения этого нерея сирийского, произошел примерно совсем недавно. Несколько миллиардов лет назад, но по красному смещению это будет Z, порядка единицы. Мы можем более аккуратно написать. В общем, если это произошло, перевод от этого, к этому. Вот. Презет 35-й, вот сюда плюс Z, порядка единицы. И сейчас мы это уравнение решили. Давайте сделаем первых. Немножко встряхайтесь. Я вижу, какое-то уже происходит отключение. Устали ли я? Я быстро говорю или что? Нет, ну слушайте, вы мне скажите, и не будет ли сказать, что любые рубательства, потому что мне тоже хочется, чтобы вы понимали. Я там уже не видел. Вы много нового или, наоборот, вы много реального и ни о чем не думаете. Ну, простите здесь. Скорее нового. Что? Скорее нового. Ну, хорошо. Быстро, говорят, слышали. Надо будет делать еще семинары. Ну, чтобы тут надо еще понять, будьте экологичные люди. Я, в первую форму, я должен быть объявленным, что космос обязательный. Не надо. Не действовать как. Ладно. Значит, я решаю отнести минуты перерыва. Перерыв. Завелитесь в потолки. Я решу вот эти уравнения. Я еще вам поговорю об одной загадке. с высоты, кистой, которая называется уравнения, Проблема плоскостности Вселенной. Позорнение является на расп rewards тоже на этом морде, на приподхожем. Давайте, как видите, пласты. В большом... Погaszок наблюдения. Ну, а давайте еще одну вещь сказать о самом последнем. Вообще, общество сейчас вводит общий закон. Это называется уравнением состояния, а я надеюсь, что P является W, вложенным на эмарон. И вот этот новый параметр от W, экспериментально для анализа наблюдательных данных, приводится к чему он равен для разных режимов расширения. Мы знаем, что W равен и W здесь, вам нужно поверить и здесь, а вы не расходите. Хорошо, все, разбирайтесь, если вы хотите, то здесь не будет. Когда читал, что он у меня разве не спал. Есть такая шуточка. Профессор, стыд и вид зона, что он ходит туда с ней, читает лекции, просыпается его мужеством, действительно, читает лекции. Вот это вот так. Я говорю, товарищ, ну и сейчас есть, с кинкурил, товарищ парламент был. Он садился на первый ряд, он очень аркнул, и сидел, и охранник на одной из бочан, где-то была. У вкуса общей физики, и там, на дземайской человеке, и воранга, 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 на звук голоса профессора. И я бы думал, что он будет, только гранатинально тихонечко, чтобы схарапать. Ну, я не могу, 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 я не ничего вам сказать, да. Человек. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо. А еще у нас, у вас уже начали воспоминания. Был пациент, хотя бы у нас снимали, но еще не помнилось. Какой у нас? У нас помнилось. Я за это, кроме использования, забавал. Заверенностей. Когда мы нахали, я не могу вспомнить, то мы хотели набрать. Вот. Ну. Это хорошо. Так, мы можем тихо, 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 тихо. Голос уменьшался, 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 и вдруг резко начался ларить. Там у нас один благочастный палец, который вот этот маякчивающий голос, который засыпал. И каждый раз на голову, он просыпался и кричал, да? И в мелкой колонке. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо. Давайте посмотрим законы рождения. Давайте одно какое-то сравнение я решу, а остальное лето. Легко. 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 Ну, давайте возьмем вот это. Значит, смотрим вот на. Ну, во-первых, вот и вражение. А. Ну, во-первых, я хочу с самого начала сказать, что хочу иметь раз, а вот и нет. Не только потому, что это проще, можно програться с по-другому. Ну, вот это первое. И второе. Что же вы имеете в виду? Ну, это не только для простоты, а для того, чтобы описать реально существующие цели. Плоскость, а в телевидении, как и в телевидении. Да. Плоскость, а в телевидении, это конструкция. Да. Я чуть позже сделаю утверждение, ну, таким количеством. Я считаю, что я считаю, что это все в порядке. Да. Значит, мы имеем уравнение. Плоскость, а в телевидении, на а. Вот, а, налетели на весло, пропорционально рома. Ну, давайте посмотрим, вот на это уравнение. Это, это уравнение. К ромен 0 и мы видим, что парабидархата, в нормальной скоркой формы. В том числе? В нормальной скоркой формы. Ответ поскольку на это уравнение, оно очень важное, Оно говорит о том, что Ро ведет себя как единица на Аубе. Это сразу видно. Фэрм на 0, Ро с точкой на Ро, минус 3, а с точкой на А. Проводите мгновенные переговоры. Видите? 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 Отсюда ведь машина есть. Значит, Ро с точки на Аубе, то есть, у меня есть с точкой на А, есть, а единица на А, с точки на 3, по 2. Парни. Вот это очень приятное уравнение. У меня есть с точки, и здесь, в мегус 3, а с точки на А. Ну, а на этом интекрируем сразу. У нас получается А с точкой на А, по 2, и равняется... То есть, не А, прям. Есть Д, джиг-джиг. То есть, А дарифтовой группы Т, плюс А, М, Д. Метер, променовая лейтэвстейдж, есть Т, стеженью 3,5. И параметр ХАМПа в этом случае есть в виде 2 разделённых на 1. 2 разделённых на 1. Всякий. Вот так. Вот так все здесь просто. Если мы, давайте вообще как-то сделаем не будем, вам знаю, если мы имеем энергетическое вещество с вот этим заполненным расширением, то мы видим, что Ро с Ну, потому что здесь P равняется 1,3, то есть просто точкой на R, есть 4 или дальше. Вот. И если я поставлю уравнение, то я увидел, что A и Материис Кринбет, вот это Анасалема и Анасалема. Но если находим шик, а не назовем с другим, то виски попадают на величину до 0, и подогнать так, чтобы не было разрыва на штану 2. Ну вот, запомните руку. И еще десное. Ро. Сейчас набираем 10-дорусскую ситуацию, когда Ро подняется на Материис Кринбет. У нас Ро с точкой равняется 0. И тогда мы имеем Ро с точкой равняется 0, Ро постоянно. Вот. А это А с точкой равняется 0, Ро тоже постоянно. А что я сегодня говорю? Ну, значит, раз А с точкой равняется 0, то мы получаем, что А, мы получаем, что А, в принципе, про разумную на Гейп стихиу H и H, где H и C. Это будет экспоненциальный закон. Быстрый с собой действительный закон решения из тех, что мы знаем. Замечательно, в этом случае Ро аминус четыре, а в этом случае Ро аминус четыре, а в этом случае Ро аминус четыре. Первые два заболы – понятие просто. Для камушков расширяющейся линии плот без кинерии падает как объем. Они выставятся в политическом фиксированном объеме. Вы же вам так уверены, то вы правильно заметили, что остальные лоски родились. А если они не лоски, там будут никакие поправочки. Это вам задали на дом либо искать литературу. Решение алгебраически намного противное. Ну, во-первых, мы видим здесь, что у нас есть расширение. А будет расширение, а потом аккуратно сглавливание, если это все должно быть. Должно. Так что, а если мы имеем релизионистые вещества, то ясно, что будет А в четвертом. Во-первых, падает число частиц, фиксированного объема, как объем. А кроме того, каждая частица остывает. У нее верно. Ну, если вы имеете газ в посуде, начать аж гневматически расширять, то температура частиц падает. А здесь буквально это только верно. И мне, по-моему, надо было вывести закон падения импульса частиц при расширении. Но, по крайней мере, интуитивно это, по крайней мере, понятно. При расширении Вселенной все длинные становятся длиннее. Для фотографов, это означает, что их импульс падает. Ну, соответственно, энергетически. Что совершенно интуитивно, это закон расширения, когда РО равняется, В равняется минус РО. При этом РО с точки равняется постоянным. И что такое происходит? Это у него образимое. Ну, мы имеем вот такой вот объемочек. Он раз в двух взяли. РИА. Семьдесят пятый раз. Я говорю, семьдесят пятый или семьдесят пятый. Это тот минимум, который Вселенная должна раздуться на самом начале самосуществования, на границах. Чтобы мы на границах реально не видели сейчас. Раздуться. При этом РО, что тут, допустим, оказывается одинаковый. Масса вот этого объекта была ровнут на ее объем. Потом масса вот этого объекта стала тоже самая РО. Но на объем который стал в Е, а в двухсотый раз, в двести двадцать пятый раз больше. А тут масса, на самом деле, тут было что-то типа гламбурской массы. 10,5 грамм, как правильно сказано в период. А тут стала вся видимая масса Вселенной. Все звезды, все мы, все планеты и облака международного газа. Все это тут подсидит вот отсюда. Интуитивно я этого не понимаю. Против ровнений не попрешь, если я неправильно. Ну и мы можем в данный момент все. Все три законы расширения мы описали. Теперь, иначе чего-то мы здесь не пропустим. Есть плотность постоянно при расширении этого участка, как будто рождается вещество? Оно в каком-то смысле действительно рождается. И рождает его, можно говорить, что гравитационное поле. И сильно отмолвает плотность? Что? Плотность сильно отмолвает? Плотность, как пожелать, так и сделаем. Вот сегодня эта плотность примерно 10, минус 29 грамм на сантиметр в кубе. И там вот есть как-то черный нерв имеет такую плотность. То есть это один протон на кубометр. Но там не протон, а вакуумоподобный нерв. И тогда происходит следующее. Что? Ну, в общем. Сейчас одно там маленькое, действительно. Вот так расширяется. То есть с реализуляцией плотность была равна. Ну, для современных моделей, там есть некие ограничения. Эксипа. Дается отобразим. Здесь, скажем, в 14-й мер. В 14-й стиле. Если хотите перевести в граммы, это то, что нужно объяснить. И этот тайнер сделает это упражнение. Сколько это будет в граммах от 2 метра. То есть 2 на 10 плюс 14 сантиметра. Правильно. Ну и включайте совпадение. Значит, мы получим 10 в 14. Это сколько? В 4-й степени. Это 28-й в 56-й. Умножим. Умножим на вот эти шутки. ГФ надо перевернуть. То есть получится 1 на 10 плюс 14. Правильно? Это я 3 грамма из этих 4-х стиле. Каждый метр я написал, как отбыть обранный сантиметр. То есть это уже получилось сантиметром в кубе. А чему равна масса протонов в граммах? В массе протона есть 1 грамм. А в граммах это сколько? Кто знает массу протона? Вот, господа, надо знать. Сколько? На 10-й. Хорошо. Здесь я выберусь 24-й. Это нужно будет грамм на сантиметр. И давайте мы берем. Это будет 10 в 32-й, 10 в 74-й грамм на сантиметре. Вот такая плотность была тоже неизвестна. Эта же сантиметром в лангерской. Но на 20 порядков в сантиметре. Очень классно. Кстати, так мы очень легко будем оценивать оценки. Если вы помните, чем уровень ГФ в сантиметр, в граммах, в атоме. И знаете температуру в этот момент. Но это не есть настоящее рождение чистки. Это, так сказать, вакуум. Унылезть вакуум – это какая-то унылая хрустота с постоянной формой сантиметром. А как она отражается, мы даже, мы бы, ее никак не почувствовали, кроме как в запоне о шее. Когда инстинженция – это не вполне вакуумное состояние. По-настоящему вакуумная энергия лезть точно постоянно. И это описывает взрывнение. А потом вдруг, вот Александр Сергеевич Знантьев, происходит взрыв. И вот это вакуумно-баналное состояние вдруг начинает осцелировать и рождать элементарные частицы. И все это можно посчитать. Можно посчитать спектр генерируемых. И это не просто так фантазия, а то, что проявляется на наблюдениях. Вот графоны не наблюдены. И тут их ищут. Год назад, и поменьше, был большой шум. Вы, может быть, слышали, что группа Пайсен, бицепс, антимон, означает, ну, не сокращение, на самом деле, обнаружен регуляционный вон на рефляции. И они уже представили, что они дадут большую информацию. Поняли? Поняли? Да. Потом, действительно, был и шел знаменитый эксперимент по измерению религиозных волнового фона по названию «план». Это глубейший струк, очень точно. И они получили только первые пределы и более 7, чем результатового осени. И совсем недавно группа согласилась, что у них есть эффекты, которые они отключили, что роль пыли может приводить к якобы играть ту же роль, как и гравитационные волны. На самом деле, они не видели прямо гравитационные волны, а видели полиализацию микроволнового фона. И имела очень специальную структуру, так называемую «любая волна», нужно об этом говорить. И эта вывода возникает при наличии гравитационных волнов. Вода и может возникать и из-за наличия пыли, и из-за гравитационных волнов. Из-за разных хаток, и не так шумно. Так что замечательный эксперимент был, оказался неправильным. Но это ищут. Я помню, когда мы летели назад, когда мы в конференции идем доглад про инфляции, может быть, больше. И сказал, что на рове в конференции экспериментальный факт. И кто-то, такой известный космолог, сказал, что я поверю, что это экспериментальный факт, и после того, как будто открыты гравитационные волны. Ну, мне кажется, что не менее это экспериментальный факт. Хотя бы потому, что в спектр возмущений предсказывается вот эта функция, но это хорошая согласие экспериментом. А гравитационные волны могут быть, но это не будет. Тут вот это зависит от модели. Хорошо, ну ладно, давайте теперь еще немножко поговорим про их. Спектр, ну, мутуация и глобности. Дельта Ру, у нас имеется как функция длины волны. Ну, вот есть... Вот. Ее четвертая микробовом фории. С помощью чего берите респект? Ну, там есть стыда. Я сейчас говорю, действительно, о том, как ведет себя локтанской плотности как функция длины волны. Т.е. мы имеем функтуации на разных размерах. И вот это есть некая степенная функция. С известным доказателем. Когда говорят о спектре микробовом фории, там, говорят, о 2000. Это, во-первых, как функция длины волны. Функция честноты. Функция честнотов. У меня и уже есть, сомнительная. Это все знают, что мы и проверяем во времени. Это у нас есть локтанской плотности. В следующем, да. Это у нас есть шея локтан. И такой же вопрос, кто знает, обычно бессмысленный, но не знает, когда играет в отличие от этого. И этот спектр действительно замечательно согласуется соматом, с наблюдением, он мог бы и отличаться. Ну и еще, когда говорят о спектре микроволнового фона, имею в виду спектр угловых вакуаций. Эта шкулка известна как формы. Обычно это указывается на ней в квадратах, и это вот спектр угловые. Известны чернотельные излучения. А еще говорим о вариации температуры по нему. Это было не вероятно. То первая работа была группа с мутом в конце прошлого века. И там вот такая картина была, которая была почти одинаковая. Это предсказская теория. Такой шумовин, но параметры. Конечественная картина зависит от экологических паранов. Это спектр угловых фруктуаций. И вот по спектр угловых фруктуаций узнают спектр вот этот. Вот это относится сюда. Ладно, давайте вернемся немножко к прозе. Давайте посмотрим. Введем очень важную величину. Введем к экологической параметры. Вот такую муку омега. Гречен для большого омега. Это есть, ей пишут какой-то индекс. Это есть РОЖИ, а не РОЖИ. РОЖИ, разделенное на РОСИ. РОЖИ, плотность энергии, вещества типа ЖИ. Это могут быть потоны, это могут быть барионы, это может быть темная материя и даже термальная энергия. А РОСИ, это так называемая критическая плотность энергии. Ее еще называют, тоже на ГУПЛИСИ, по-английски клонжер. Плотность энергии, при которой и выше, и энергия закрывается. Тьфу, Вселенная становится замкнутой. Так что, в любом случае, РОСИ критикам, ГУПЛИСИ, мы говорим критически. Так вот, РОСИ отвечает на мощность энергии, когда ГУПЛИСИ. РОСИ равняется 8 на 3, H квадрат от массовой плавники в адресе. Вот это и есть критическая плотность энергии. Плотность энергии. И если плотность, реально, плотная плотность, наверное, не близка к критической, то есть вот эта штука К не существует, то есть РОСИ равняется H квадратному массу плавники среднего коэффициента. То Вселенная оказывается РОСИ. И, например, ЛОСИ. Переверяем кроку 3 по 3 на 8 пи. А чего я скажу? Коэффициентом 3 по 3 на 8 пи. Ага, спасибо. Масса плавники всегда делится на 1 пи. И иногда в некоторых работах еще вводят, приведет ли ли какую-то другую массу плавники, взяли на 1 пи. Но это исторически сложилось. Но, наверное, жарко было это посерпили. Ну, очень важно. А гравитационная консервисия у нас это штука. Вот РОСИ равно этой штуке. Так вот, согласно наблюдениям, Амеля по полной, по троге есть. Сама всех плотностей. Это приемная ново-третическая. Есть единица, плюс-минус, грубо говоря. Ну, я написал 1 процент. Ну, это условно, да. Ну, можно было несколько вам больше. Хотя, люди в плане, он говорит, точно примерно так. Вот с такой точностью можно говорить о том, что Вселенная у нас эхлидера. Вот. Инфляция предсказывает, что Вселенная должна быть эхлидера. С точностью, примерно, 10 минус 100. Некоторые люди говорят, что инфляция предсказывает, что Вселенная у нас с точностью 10 минус 100, или 10 минус 0. Но это неправильно. Можете сказать почему? Вы, в общем, не явно все это уже знаете. Вот. Что? Почему можно говорить о предсказании не лучше, чем 10 минус 5? Ну, понимаете, вы знаете это еще и не знаете, что значит. На самом деле, это не правда. Вот. Фокус в том, что мы, плотность энергии, она не постоянна, имеются ф лутации, И вот величина вектора ρ на масштабе размера современных всеветов идет по 10-5 10-5 Поэтому я могу сказать, что вот этот ρ с ученым флуктуацией должно отличаться от единицы туда и сюда на... А единицы, поскольку длится во многих барелях не в 10-65 или 70-й экспонент, но и вот это экспонент h-t и вот это должно быть по 70-ти, по крайней мере А у модели, по крайней мере, это может быть 100-1000 или что это может быть Вот это называется длительная, а что можно на длительной скифляции, как же по-русски сказать? Вот вы мне сейчас поможете помыслить, как говорят number of E-folding Вот это есть буква И и вот это основное число, когда увеличение в Е раз И вот это число E-folding'а, оно может быть 1000 или что-нибудь в этом году И тогда мы увидим дальше, что инфляция, та, что до метров в единицу, буквально сработающейся Но однокременная инфляция создаёт инфруктуация Поэтому мы забываем большую силу все это имеем Давайте сейчас посмотрим, как ведет себя параметромема, как функция лошадрова И вот такие разные Вы вроде бы пытались, а вы выделите линию с седреной и измеряем куриный Это да, откуда, я о них не говорил, но лучшим способом измерения гиаметной седренки является анализ микроволнового фонда Я могу сразу рассказать, откуда мы в микроволновом фоне знаем вот эту точку. Мы видим спектр. Положение ноль пика. Сидит в это, значит, что такое? Т в квадрате как функция буквы М. Что это такое за буква Л? Мы разлагаем, у нас есть функция на небе, функция углов. И вы знаете, что функцию углов можно разложить по функциям лежатых. Это полная система. Вот так называемого в микроволновом. А вы мне наполните, что это такое. Оставьте еще. Это полная звезда. И вот это, то что тут написано, это коэффициентом цель L. С коэффициентом цель L. И вот это и есть цель в квадрате. Если вы хотите, то я написал цель в квадрате. Дальше. Вот этот максимальный пик отвечает тому, когда некая флакуация на самый последний момент, когда Вселенная, после которого Вселенная не пошла. Давайте добавим. Что происходит с микроволновым фоном? До красного смещения, примерно в 1100, Вселенная не прозрачна для фотонов микроволнового фона. Они вот так вот диффундируют и никуда не летят. Знаете, как они меня диффундируют? Например, сколько времени нужно фотонку, чтобы выйти из тех же Солнца? Кто знает, молчите, а кто не знает, пусть говорят. Ну, вы не слышали никогда, да? Ну, так, типа, 50 тысяч лет. Потому что он ходит... Ну, знаете, как пьяный матрос идёт? Это, может, вы знаете, по сравнению. Он сам не был. Ну, идём, чтобы действительно занять на лензию. Там, когда я тоже помогусь, там, 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 там. Иншее из 99,000 второго ориентаじゃない代替rians прибашь чтобы проверители, а у них же не при Licent ofände горное от пыла, Но чтоб毒, глими и wow-му sports uh... Так вот. До красного значения Z1100 во Вселенной непрозрачны для фотонов, и они вот так вот, идет такая вот диффузия. А связано это с тем, что в этом времяdox, и электронов. А ниже этой температуры происходит образовательная комбинация. Протоны и электроны склепаются в водонады. И тут нужна на воду для физика, спектр и прочее. И тогда Вселенная становится прозрачной, потому что сечение растения потона на электроне на порядке больше, чем растение потона на нейтральной системе. И после красного смещения 1100, потоны уже пошли в соответственно в нашу сторону без задержки. Ну там есть вторичная температура. Так вот этот максимум подключение к тому, что флуктуация снега перед длинной волны оказывается в данный момент равной, грубо говоря, размеру сияния. Горизонту как правило. И тогда амплитуды флуктуации полнотера были все имели одинаковую амплитуду, примерно. Это так называемый плоский спектр, спектр Ханжевского Савидовича, рефилиционный. Вот эти вот вошли раньше, а как только они входят в горизонт, они начинают задухать. А это зато тут не успело. И мы знаем физический размер Вселенной в это время. Размер горизонта мы знаем на момент рекомендации. Значит мы знаем вот эту вот длину и смотрим отсюда. И спрашивайте, если геометрия у нас открытая, то угол будет вот такой. Если геометрия плоская, то угол будет такой. А если геометрия зала, то угол будет такой. Так вот угол отвечает именно на плоской Вселенной. Положение на 200 максимум, при эллинах на 200, как раз отвечает тому, что на этот размер мы смотрим по прямой линии. Я очень семантично это рассказал, но физико не на этом состоянии. Ладно, на этой линии я хотел только вернуться к этим уравнениям, а я к этому может быть, я не знаю, успею. По крайней мере, очень хороший пример, на какого малафон позволяет нам чего-то сказать, что я не хрустил. Хорошо, давайте пойдем обсудим, как является Омега, как функция храма. А поскольку я уже знаю, что я слегка в городской центре, то я посмотрю, что на пол. Я не думаю, как полгонка, но бывает, что кричит в области там, что... Не понимаю. Это определяется, все параллели, которые приезжают в бездаконку. А в том смысле, что... Ты сейчас параллельно сколько? Знаете, что делать? Здесь Вселенная, она сама запихивается в омегу равна единице. Это не надо ничего... Сейчас вот я приведу, как раз помню, которое я тебе объясню. Вселенная, как меняется обилие, она сама запихивается в омегу равна единице. Как функция нашлавного фактора. Значит, в мере есть отношение РО к Ро-этическому. Вот. Значит, можно писать РО равна единице Ро-этическое. Минус некоторой констанцией, разверненная на А впадать. Это фактически вот эта формула. Ну, минусы почему-то тревожные. Значит, РОСи равна единице Ро-этическое. Это вот я на единице походила. Тогда РОСи равна единице. Ка из сэ, помимо в разных знаках. Но Финн так написал, что это не есть наша Ка. Давайте отсюда, что мы можем написать ей. Если я... Значит, Амега у нас будет, но мы сюда и на РОСи. Давайте посмотрим, что будет РОСи равна единице РОСи равна единице. Минус С, разделенная на квадрат и на РОСи. Пока я ничего не сделал, просто делал эту формулу, которая есть в первом направлении РОСи. Теперь, давайте, ну, надо понять, что такое вот это С. Эта С выражается через, например, современное значение этих параметров. Ну, просто я хочу получить Evolution, в которой есть функция А и от современных значений. Так что я должен подставить, взять какое-то значение, ну, ГВ, и от них найти С. Понятно? Понятно, что делал. Я написал для произвольного А, а хочу вместо этой константы выразить ее через параметры, масштабные факторы, плотность энергии в какой-то другой момент. Например, сегодня. Или 15 миллиардов лет назад, или как-то в Ускорбанске 2 миллиардов лет до конца света. И тогда мы получим вот такую значительную формулу. Омега А равняется из единицам, на этом мы считаем единицам минус единицам минус единицам на омега ноль. Омега ноль это есть отношение РО ноль к Роси ноли. Значит, я вместе, а дальше здесь РО ноль. А ноль в квадрате, РО а в квадрате. Вот такая замечательная форму. Это есть некоторые константы. Это исходное значение амега. И что будет, если исходное значение 2 килограмма? Рисуем так. Здесь какой-то а ноль в квадрате. не знаю какой, это единица. И если омега была уголовной единицей, то есть ямета была плоской, то она останется так, как то ныне пришло и в квадрате. Омега это единица, это ноль. Омега будет очевидно, что если ямета была плоской во всем мире, то со временем она не будет измениться. Потому что непонятно, как можно изменить топологию. И вот этот вопрос показывает, что зло у нас остается единица. Что будет, если мы отсюда омега, то революционируем, отсюда и ром ведет себя нормальным образом. Но ром ведет себя как единица на четвертый или единица на четвертый. Вот это два законного расширения для нормального вещества. Вот. И вы поглядите на эту формулу х. Возите, если я не пробраться в ней, то либо будет ввести омега больше единицы. Идем в бесконечность. И это замкнутая вселенная. И действительно, в какой-то момент замкнутая вселенная становится. Параметр х поставить равном нулю. Роси станет равном нулю. Значит, омега уже будет встреча. Я делю на руку, значит, эволюция вот такая. Если у меня вселенная открыли, то эволюция будет вот такая. И это было одно из знаков мироздания и что двинадцать лет назад. Ну, двинадцать лет назад. Ну, двинадцать лет назад. Почему? Потому что мы знаем, тогда мы знали, что омега была равна 1 х с точностью примерно порядка единицы. Ну, то есть омега минус 1, ну, скажем, 0,5 или минус, или так сколько, минус 0,3, ну, 4. Точность, например, это и сейчас, точность порядка процентов. И если мы знаем, что вот сегодня где-то, вот это, сегодня, омега, ну, порядка близко к единице, то на момент приличного нуля сейта, давайте с этой формулой пойдем назад обремененную приличную красительность. И попробуйте сделать, это будет ростное упражнение. Используйте сначала закон расширения ром подъединиться на клубе, а потом при z равном 10 в четвертый, ром подъединиться на на четвертый, и пройдите по масштабному фактору сначала на 10 в четвертый, а потом еще на 10 в четвертый. Ну, до мега. Это первичный красительность. И вы увидите, что Господь Бог, потому что был создан вселенным, но, может быть, он еще не там знал, где омега было близко к единице с точностью 10 минус 13. Если мы уйдем по такому закону, то мега к единице был меньше, чем 10 минус 15. Ну, в общем, это лучше. То есть надо очень точно было сделать вселенную плоскую в это время. А если раньше считали, что вселенная начиналась в планковский момент, когда температура была примерно планковский, то есть 10 минус 19 ГФ, когда кривизны были порядка планковских, то есть единице на массе планковских, давайте оценим это дело в сантиметрах. Масса протона, как в крива, есть 1 ГФ. Обратная масса протона, это есть 10 минус 14 сантиметра. Здесь на 19 порядок отличается. То есть кривизна, ну на 10 минус 30 сантиметра. Это есть планковская кривизна. А планковское время 10 минус 43 секунды, если раздалить на скорость света. Ну и отройки-тройки не очень. Вот такая была как вселенная кривая. Ну и если я иду до нормального закона, то там вселенную нам надо было сознать близкую плоскость с точностью 10 минус 60. То есть надо нам ее так понимать иначе бы она в наше время имела но Омегу жутко отличающуюся от единицы в ту или другую сторону. Кстати, если иметь Омегу больше единицы, то вот эта планковская вселенная чуть-чуть расширилась, а там пасть послалась в локумусе. Она бы никогда не прожила 10 миллиардов лет. А вот чтобы она прожила 10 миллиардов лет, оставаясь в разумном состоянии, надо было подогнать эту скорость до 10 минус 60-й. И это называлось проблемой, буквально изучить по-русски, плоскостности, проблемой флайплесса, которая может быть перечислили на ряд загадок в игру с технологиями. И это была одна из них. Однако, допустим, вы всегда сидели тут, а здесь законы расширения изменятся. И для этих законов расширения РОА, РОА квадрат, стремится к нынему. Потому что РО РОА квадрат, стремится к нынему. А если мы возьмем инфляцию, экспоненциальный режим, то РОА квадрат стремится к бесконечности. И закон будет совершенно наоборот. Вот мы начали отоплать сутки отсюда, и экспоненциально точно приблизимся к нынему равной единице. Вещество подводится к нынему равной единице. И вот то, что мы сейчас видим, это результат фантастической точной расстройки. Если инфляция продолжала 70 мг. то тогда в конвере минус 1 должно быть 10 минус, ой-ой-ой, давайте посмотрим. РОА квадрат будет 10 минус 8. Е в среднем минус минус 8 мг. и все равно это будет 15 минус 8 мг. то есть Вселенная вышла из этого самого экспоненциального расширения, будучи плоской, с такой точностью, и за 10 млрд лет здесь она была так настроена, что не могло уйти. Потому что даже на плантерское время, в обычной фельминозской космологии, настройка должна быть всего 10-60. А здесь так примерно и есть. Но поскольку инфрация была больше, то сейчас мы не успели в это омега отойти. То есть очень-очень близко, и потом она уходит, но отошла на один процент или гораздо меньше. Так что вот такая проблема фельминозской космологии решилась. Кстати, фельминозской космологии была проблема той же самой фельминозской космологии. А кто, что была причиной первоначального толчка? Кто пнул нашу Вселенную с такой, что называется, стазией? Гравитация притягивающая. Вселенная обнирована не так вот. Градиента давления нету. И почему она начала расширяться? Ответ вот состоит в том, чтобы было состояние висхиства, какое-то я тебе скажу, но чего она была, тоже нужно немножко фантазировать, для которого было именно так. Поэтому надо с фельминозской космологии. А если фельминозской космологии то начинается расширение с ускорения. Вот это и есть антифлюминозская. Антифлюминозская есть и гравитация. То, что связано с мутонговым кодерами. Ну это так, конечно. Это так. Поэтому, когда мы говорим, что фельминозская космология не только фельминоза встречается во мере состояния некого довольно тяжелого сыгранного поля, которое мы отпустили постоянно. Ну это так вот, да. Немножко нам нужно сделать. Вот. Таким вот образом, если это принято, то мы знаем, почему фельминоза и несмотря на стандартное гравитационное притяжение, оказывается, что бывает иногда гравитационное отталкивание. Тут возникает вопрос сразу. Что нельзя для этого принципа сделать какое-то состояние вещества с облицательной энергией и пошло понесло. Ответ. Ничего у вас не получится. Даже не пытайтесь. Крайне мере, если вы верите, можете верить на себя. И фокус состоит в том, что, ответ формальный состоит в том, что антигравитация возможна только для систем, которые бесконечно большие. Если только система оказывается конечного размера, то используя теория мухаусса, можно то, что гравитируют или антигравитируют проинтегрированы к частям, и вы получите, что гравитируют только положительные плотности. Но мы, кроме того, все это знаем, что независимо от сравнения состояния, скажем, сферически симметричное решение уравнения гравитации, это шваршинтовское решение, оно фактически нормальное ньютоновское, гравитация с ним только поправка. То есть, если плотность энергии положительна, то массовость интеграла этой плотности энергии, она всегда обложит, и антигравитация не возникает. Однако, если не можем похантастировать, то для описания современного ускоренного расширения используется модифицированная гравитация, так вот в ней антигравитация конечных объектов возможна, потому что мы вышли за работой внимания с гравитацией. Хорошо, а давайте иначе чего еще. Сейчас я, возможно, не пойду, потому что ты или и прочее. А, можно ли несколько слов сказать, а... А, вот это хромная вина похожа, да? Сколько? Вы живы еще, господа? Перехлыли. Людой только. А вот я воду забыл, я может уже полгода. И вообще без воды человек может жить как. Я читал 9,3,4, а без воды месяц. Так что, кое-что впереди есть. Ладно. А, купим специальную воду, и зажиму. Так. Согласим. Значит, дайте сейчас совсем простую вещь, а именно, несколько слов из-за многих параметров. Вот если вы посмотрите на эту штуку, у нас есть метод, я сейчас ее вам напомню. ДС в квадрате равняется ДС в квадрате. ДС в квадрате равняется ДС в квадрате. ДС в квадрате. ДС в квадрате все-таки координаты, частей и точки. Координаты, которые расширяют вместе со всеми. А нафиксированные. А вот это что-то показывает физическое расстояние. Ну кадровые, знакомые с метрикой даже в квадрате. Значит, мы видим, что у нас росточный на А называется углублятор. То есть, если мы немножко это перегоним, то мы получим, что скорость расширения равняется А умноженное на расстояние. Кстати, Фридт предсказал, что Вселенная расширяется. И из-за этого Эйнштейн очень долго ему работа не восстановила. Почему-то Эйнштейн считал, что Вселенная должна быть специально. Хотя, в 19 веке было известно, что что-то как-то не ладует в 19 веке, а именно, что было понятно, что Вселенная существует и конечный амриум является конечным размером. Вы все знаете о парадоксе Ольгинса и о заключении тепловой смерти Вселенной. Если Вселенная существовала бы в количестве, была бы в социальным состоянии существована бесконечно многое время, Горючая звезды бы кончилась. Закон сохранения энергии нарушать реабилитацию общего количества относительности никак нельзя, иначе все будет инфракрасно и неустойчиво, колоссальная теория совершенно испортится. И значит, Вселенная, из того, что мы видим свергающие звезды, Вселенная должна жить конечный амриум. Было какое-то начало. А кроме того, если она стационарная и бесконечная, то небо было бы бесконечно ярко. Вы это уже знаете, потому что мы интегрировали, но, наверное, расходится. И ничего этого нет. Это означает, что интегрировали мы по какому-то конечному объему. И общая теория относительности говорит, что это объем из раннего горизонта. И кроме того, отдаленные вне и от нас все-таки и бегуточки, которые внутри горизонта нас упрягают, поэтому их энергия излучения смещается за счет красного смущения. Но когда порывался последний, то блинка становится все более басильским. Тут то же самое. Поэтому, вроде бы, можно было... Ну, конечно, легко. Другая идея, находясь уже в сети осени больше него. И Инштейн все-таки эту идею не воспринимал. Но после открытия Хаббла «Законное расширение», он это делал в «Стриминг». И в некотором смысле, в общем-то, такого предсказания Фридмана. «Законное расширение Хаббла был открыт, скорее...» Я вижу, элементу. И... Заметно раньше Хаббла, но, как говорится, есть такой закон несправедливости. Кто-то и воспринимал так, если есть эффект, называемый чем-то именем, то это почти наверняка означает, что этот эффект был открыт другим человеком. То есть, такой правил для вспомнирования. Вот это, который писал за ним коллега из ЭТЭПа, который на совместной работе со ссылками свойства, которые... Это некий фирмен Монгалки, который называется номер некоторого региона. Вот. Например, уравнение Зельдовича, которое мы выглядели, который мы выглядели Зельдовичем, для определения концентрации о том, что царево Вселенной у нас название уравнения Ли и Вайнберга, хотя были впервые у него зельдовичные царево Вселенной. Хорошо. Давайте посмотрим, значит, что мы знаем о сомнительных параметрах Вселенной. Во-первых, параметр H сегодня. Обычно есть внуки, что означает сегодня. Он, как вы знаете, падает со временем. Сейчас мы вышли на заберем почти постоянно, за счет того, что есть теплая энергия. Он имеет вот такой стон на метр. Вселенной на метр по всему, но должен, наверное, H маленький. Это не постоянная планка. Это безразмерная постоянная храма. Постоянная планка, как и все хорошо знали, на этой перешетке. Вот. Так вот, сейчас, это на самом деле, только есть примерно 07. Когда я писал на инстилекции, она была 07300, полностью не подвинулась, а, скажем, до эпохи точных, не говоря так же в языке, прецизионных измерений выигралового спектра. И вот это, что маленький раж менялась от половинки до единиц. Это разрывку, например, разрыв. Кстати, сейчас есть тоже некое противоречное. Как пишут в планке, не противоречное, а напряженное, теншер между их данными. Данными непосредственно измерения постоянной хапы, парадокер хапа. Они подгоняют свои пики. Для этого нужно значить увеличенный парадокер хапа. А есть другой способ измерения. Это буквально измерение расстояния космических. Точнее говоря, измерение светильности звезд. Для этого надо знать, иметь стандартную сучу и стандартная линейка. Это очень сложная процедура. Там было бы не правило, но, тем не менее, разногласия есть, и это может указать нам. очень интересная физика. Либо все растояние. Значит, вот, сейчас я делаю вот так, как я делаю самую большую степень, в чем он получается. На самом деле, очень лучше. Видите? Точность очень хорошая. Дальше. Теперь очень интересная личина. H-1. Это примерно возраст Вселенной. Мы выведем выражение того, возраста Вселенной, если ты живем. Когда буду все закончить? В 18-35. В 18-35. Ну, может быть, выведем, отоживем, я не знаю. Ладно. Значит, вот это есть 9,8. Есть такое сокращение GIF. Кто знает, что такое? ГИГАЕВС. 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 Вы знаете, что в деле это ГИГАЕВС. Разделенное на H. И вот это, что мы видим? Это примерно разделенное, и мы видим, что фото очень не рассказано. Примерно ГИГАЕВС. Вот. Настолько Вселенная сторона. Есть. И это очень хорошо согласуется с наблюдением. Есть два способа измелья его в Селен. Это возраст однагридения стабильных звездных скоплений. И чтобы они дошли до жизни такой, требуется примерно сколько лет. Второй способ это ядер как называется ядер, а звезды губерселлистов. Дело в том, что это дитя это является дитя Голоса губерселлистов и губерселлистов и И недавно, в последние несколько лет, происходило наполнение, то есть докапливались данные о том, что некоторые звезды оказываются даже старше, чем Вселенная. Совсем неталеко от нас, или звезда, которая за три порядка выходит из верхнего предела воздуха Вселенной. Все, чтобы это делать, вот есть разные дипотезы, у нас была идеальная с пленником, то есть раз в половину демента объясняли, вот за скольный мир такого проекта. Вопрос здесь. Ух, ну вот, когда видим экран, так сказать, системы, они как раз подходят уже к 13 миллиардов, да? Ну, мы не хотим. Или нет? Просто, вопрос такой еще. А как определяют? То есть я знаю, что точное расстояние, ну, как сказать, парфектно. Ну, парфектно. Нет, я имею в виду, что есть граница от расстояния, которую мы можем измерить точно для звезды. То есть оно определяется правильным положением, ну, звезды. Обнаруживаются далеко до этой границы, до нее. Обнаруживаются на красных свечениях порядка десяти. И что совершенно поразительно, на красных свечениях около десяти, обнаруживаются квазары. А кваза должна быть, по всему нашему пониманию, вружая черная дыра. Которая светит за счет того, что на нее падает вещество. Оно падает с нервовыми в одном моментах. По дороге сшибаются. Искры из глаз летят. И это есть механизм отлучения квазаров. Квазар будет легата за прошлую галактику. И это мощный черный дыра. Совсем недавно было обнаружение. А квазары с массой, порядка, нескольких миллиардов солнечных масс. Которые обнаружены как раз на освещении восьмого. Если я правильно помню, совсем недавно статья. Но и много других этих квазаров. И это одна, опять же, из загадок мироздания. Как можно было сделать квазары за такое короткое время? И это взял текст столь тяжеленный. Ни одна существующая теория, нормальная теория, этого не объясняет. Но мы взглянули еще раньше. Еще всего нам это дело предсказали в каком-то смысле. Но наверняка могут быть и другие объяснения. В общем, надо использовать, прежде всего, традиционное объяснение. Пытаться сделать, но пока этого объяснения нет. Самые наверхи объекты, квазарные галактики, которые видны, это на красных освещениях десятков. Немножко меньше. Галактику дается увидеть только потому, что нам крупно повезло. Ее увеличила гравитационная линза. На пути находилась гравитационная линза. И заработала картерископ. Понимаешь? Вот такая вот естественная... Но это может быть не вполне неприятно. Много всяких массивных объектов, которые приводят к Земле. Видно, самые ранние объекты, которые развернули на Людаеву, прямую. Это микробонаважон, который приходит к нам от красного освещения 1100. А все остальное буквально мы наблюдаем на таких расстояниях. А когда мы говорим о легких элементах, которые наблюдаются, и мы можем рассчитать их сколько, то эти легкие элементы организовывались на красном освещении 10 миллиардов. Но это не прямое наблюдение. Мы видим их здесь. А вот там наблюдение старых объектов. Это тот микроволный угол, который отключился от вещества и по прямой, практически, по рекламу, Я их сейчас проверю. Надо с ними потом жить, трудиться. Так. Что мы имеем? Значит, мы имеем критическую область негативы. У нас будет 1,88. Это вам задача как надо. Знайте вот это величину h. Посчитать и знайте значение массы лампа. Посчитать и критическое. Это будет 10 миллиардов значений в модности негативной. 10 минус 29-й. Маленькая h в квадрате вот это, которая в квадрате примерно 0,5. Но у всех квадратов есть квадраты. И он будет ехать. Ирана, и на количество сантиметров. Такая величина означает примерно 10 протонов в квадрате. Протон 10 минус 24-й, а в квадрате у нас 10 6-й сантиметр. Значит, примерно так. Но в действительности мы имеем гораздо меньше протонов в квадрате. Дело в том, что имеется у нас... Хорошо бы еще это написать в других ингредициях. Если вы показали, надо поставить. И это будет еще 2-й тип, который у меня нет. И это будет 10,5. Запомните эти число или положите, куда можете достать. Поскольку оно вам понадобится, когда будет получение массовых лет. А здесь будет скиллая, которая является в квадрате, разделенная на сантиметр. Ирана, 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 ирана. Кстати, я всех спрашиваю. И не потому, что я знаю. Потому что не знаю, почему МЭФ пишется с большой лупой, ГЭФ пишется с большой лупой, ТЭФ пишется с большой лупой, АКФ пишется с лалейкой. Почему? Я не знаю. Такая лингвистическая пятка, лингвистическая проблема. Наверное, что это еще мало, вот так. Ага. Ирана, 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 ирана. Это комплексное планирование и комплексное число. Хотя корень они тоже греческий, но комплексное число пришли к нам от французов и ударений на последний срок. А комплекс пришел от греков. Я у меня была очень... Ну то, что починили, я так загадываю, почему люди, когда я учился в РОФТИ, и говорят, что учился на физтехе. Поехал на физтехе. Когда я поступил, я точно резал слух. И я не мог понять, почему. И относительно, может, лет 10 лет назад, у меня все нет. И я это все знал. Дело в том, что в физтехе было долгое время, в годах два года, факультет был университет. Это был физ. Физио-технический факультет. И когда вы говорите, я поеду в университет на физпакт. Понятно? Вот это оттуда такой рудимент. Вот, видите, надо держимся к этому делу. Значит, вот. Критическая плотность вот такая. А еще очень хорошая единица будет вот. Тоже там понадобится. 10, минус 48, если не очень точно. Где категороды в четвертый снег? И это число нам понадобится, когда мы будем обсуждать потрясающую проблему вакуума дня. Это такая прекрасная проблемка, когда теоретические предсказания расходятся с экспериментами, с наблюдениями. Ну, либо на 100 балетках, либо на как минимум 50. Я думаю, это одна из оглядок, которая людей тревожит. Но ничего, никто ничего не может. Значит, я уже сказал, что полная омега. Омега не венитка. У меня написано здесь вот так вот. 0,2. Это омега-2. Дальше есть омега-барионная. Омега-барионная. Это есть 0. 0. 44. 44. И плюс-минус. Общих четверка в последнем знаке. То есть нормальное вещество во Вселенной примерно 1 тонн. То есть мы имеем пол протона на кубометре. На самом деле. Вот. Имеется у нас еще омега-чемная материя. Да. Вот так. Это примерно 0,27 тонн. Это какое-то вещество. Неизвестно что. Ну, ведется нормально. Очень обычно. Его видно по реализационному взаимодействию. И оно вот так вот. Нормально. Притягивается. В общем, оказывает нормальное притягивающее воздействие на Вселенной. Ну, как вы видите по реализационному взаимодействию? Возвращение объекта. И я расскажу. Тут целая куча данных. Самый поздний это микроволнового полу. Но в зависимости от того. А до этого было несколько. Можно сказать. Сначала были работы Орды. Главным образом светит еще одно военное на втором городе. Который сказал, что нарушается теория материала. Что в галактике масса гораздо больше, чем свет. То есть смотрят на галактику. Ага. Вот там столько-то звезд. Это звучит свежая. А реальные скорости. Звезд. Не помните. Вот. Они оказываются большими. Ну, там вот. Ясно, что средняя скорость в квадрате равна потенциальной миллиардией. Ну, знаете, где они. Вот. И оказывается в несколько раз больше. Об этом забыли на 64-м году. В 64-м году были одновременно публикации эстонской группы. Это. И Наста вставил в Эказе. Там тут была очень хорошая группа. Я думаю, по-тсейному мнению Диндовича это было. Вот. И они, наверное, в Москве в Республике сделали замечательное открытие. И Наста получил много разных премий. За это, ну, Нобелевский. Все-таки. И одновременно работа американской группы эстонистов. Антимонсбе, Нехин, еще кто-то. Я больше не знаю. Вот. Одно и то же. Они увидели, так сказать, плоские ротационные кривые. Измерялась скорость частиц, как функция расстояния, вокруг галактики. Это могли быть частицы газа или галактики ступни. И если мы имеем нормальное распределение вещества, вот светящийся центр, то скорость частиц, как функция расстояния, должны падать как корень из равенства. Это вполне справедливо для наклонения Солнечной системы. Солнечная хорошая часть системы падает. И благодаря этому Ньютон открыл свой запуск тяготения. А если мы увидели сначала эти ротационные кривые, вот как либо совершенно другой наклон, когда силы тяготения совершенно с состоянием не падают. Вот. Они выходят на постоянную. Ну, интерпретация сейчас на то, что имеется ревритация, это, по-моему, неизвестно. То, что светящегося вещества не все, а за ним, за его границей, то есть, что-то невидимое, то, что вносит в плотную ревритацию с плотностью, которая падает в группы в 1 квадрате, то есть, маска растет как радуз. И это приводит к плоскому нотационному криву. Дальше, больше, были это делаемые плоские ревритации. Дальше изучалось самонависие газа в богатых галактических скоплениях, больших скоплениях, в которых основная маска сидит в газе или в звездах. И он горячий. Это можно увидеть из того, что по спектру изучения свет и термогений. И такой горячий газ должен разлететься. Если взять и посчитать его собственную массу, она самая главная. Можно прикинуть его массу. Но никакого галактиционного взаимодействия явно не хватает, у нас надо раз в 5 больше массы. Вот. И эту массу приписывают невидимой материи. Кроме того, в теории образования структуры, это красивое качественное соображение. Допустим, у нас есть только барионное вещество. И у них ничего больше. Вот нормально. Тогда структуры могут образоваться после красного смещения в 1100. Почему? В 1100, я вам уже сказал, температура к рекомбинации водорода, когда заряженный электронный протон образует нейтральный водород, и давление света зверской падает. До этого момента давление света, частицы света, носят как бешеные, и он препятствует образованию структуры, распихивая электроны, как просто пинаехов в систему. Но электроны тянутся с собой к протону, потому что возникает, как это называется, флактуация электрического заряда, но узкое взаимодействие на 7-8 дней. Собственно, это не очень важно. Но эффект еды очень сильнее. Вы же примерно… Нет. Ну, сейчас давайте не отвлекать на что-то сказать. Сейчас нам нечто другое. Вот. Значит, образуется структура, может образоваться, если нет в риом никакой другой материи, только на красном смещении 1000. И если мы дойдем к сегодня образованию структуры, то флактуации для перо-прома растут как Z. То есть, они могут вырасти не более чем в 1000 раз. Исходы флактуаций по микроволновому фону меньше, чем 10-4. Поэтому к настоящему времени флактуации достигнут величины максимум 0,1, но надо добраться до единицы. Когда они доберутся до единицы, там происходит уже быстро, так называемые, ну, очень такие катастрофические процессы, теория возвращения не работает, и все происходит очень быстро образование структуры. Ясно, что Z равное 1000 недостаточно. А если есть невидимое вещество, которое со светом не взаимодействует, то тогда образование структуры может начаться на красном смещении 10 тысяч. Эта структура на элитеристской стадии, если опять выведем это во мнение, не образуется. Ну, потому что Вселенная слишком быстро элитериста не расширяется, и может начать образовываться на красном смещении, когда доминирует нерелитеристское вещество. И если есть в пять раз больше невидимой материи, то структура чербальгона будет образовываться на красном смещении 10 тысяч, и это как раз то, что нужно. Поэтому вот тут есть еще один аргумент входит в иную материю. Ну, там еще и есть гравитационный лист, что вот можно помедить, сколько вещества на дороге света в среднем. И еще количество кластеров галактических, как функция красного смещения. Они тоже зависнут от того, как рахнула Омега. Кроме того, третье, мы можем сказать, что Омега, так же теоретически предсказываемая, есть единица, а измеряемая любого вещества, но типом Омега. Ну и спрашивайте, куда будем подеваться. А, плохо говорит. Тот же самый огромный фон говорит, что барионов примерно в 5 раз меньше, чем видимого вещества, чем невидимого вещества. Это одна вещь. И вторая, мы знаем количество барионов по первичной электросинтезу, по выходу наших элементов, и оно как раз отвечает опять этому же числу. Поэтому там много различаний, которые говорят, причем совершенно разные. Хорошо, значит, мы имеем вот это, барионовые вещества, которые примерно в 5 раз меньше как омега, чем полного невидимого вещества. И последнее, что я скажу про эту вот всю вещь, то что у нас еще есть теоретические элементы, которые намного больше вещества осени. Или нет больше, но осени. Вместе с этим вы любите осени. И влезть его, получаем невидимый. Вот это очень страшный объект, который имеет уравнение состояния с W равным минус один. Ну, словно говоря, в том, что я решал, это проще, но и это занимало у нас несколько секунд, или минут. Вот. Вот. Что будет, если W меньше минус единицы? Завершение аналогичное, но опять, очень невидимое. И это очень интересно. Если окажется, что W меньше минус единицы, то это будет означать просто кошмаром. Отдаемым в будущем. Но, по-видимому, это вовсе нет. Ладно, значит, это мы сказали, и это мы предупредили. Вот. Хорошо. Ну, и мы сколько того стоим за? Мучиться. Ну, если вы можете отложить, я хочу привести формулы для возраста на вселенной, через распространение параметры архатов и этих армии, то это можно сделать. Насходишь для вас. А значит, у вас если мы без перерога, то это вообще есть. Человечек? Без перерога. Как за перерога? Ну, между самими, как бы, парами. А, противополечные документы это делал. Нет. Нет, так что старый, тут надо немножечко просто ображать. Ну, в общем, я хотел еще привести формулу для возраста вселенной, и может вывести закон Карасова-Мечтунички, может быть, важный подмасштабный фактор. Вот. Давайте на следующий раз, потому что она не так сложная, но она у меня жизненная. Я могу и сам запутаться с возраста вселенной. Вопросы? Какие-то еще раз. Вот была проблема, что скорость, а если поставить хампу на размер. Да. Отсюда, где, если все, влюбленится, влюбленится на поставлен хампу. Да. Понимаете? Но пока это меньше. Что? Ну, влюблено меньше. Ну, нет. Там, где скорость света становится равна единице, где известно. Единица наша, а космологические граждане не так. Нет. Ну, что значит, мы не знаем. Мы видим объекты, вот, четко, на красном смещении десятка. Это галактика, которая нам повезла с граф-линзой. И квазары, которые светят как бешеные. Кроме того, имеется еще гамма-вспышки. Это гамма-барстеры. Знаете, что это такое-то? Какие, например, например, как идти Значит так, Z-deсятка отвечает примерно пять «иста», к миллионам лет. enzir, вот, Przygot, тебе принào более аккуратную формулу Можно привести, но я где-то даже табличку писал. Да, а единица наша? Единица наша на очень современная – это 13 миллиардов. Все, человек. global. в этом смысле. Дальше, что у нас должно быть? Как раз ощущение проще, думаю, в временах было нужно для нашей статьи, чтобы понимать, что мы видим, скажем, те же самые квазары или гаммон-павстеры, у нас тут почти не 7-10, к какому времени это отвечает, потому что их формирование – это уже физическое время входит. Как бы мне трудно объяснить это. В общем, сейчас мы имеем на вот этих красных смещениях и сверхновые, это факт, сейчас думают, что эти гаммы-вспышки есть сверхновые, мы имеем ранние галактики, и самые, конечно, приважные – это черные дыры, которые выглядят как мы были бы образовались. И на это речь идет. Ну вот, если вам интересны, там, стильную литературу, посмотрите, есть в интернете мой доклад, был доклад 2014, и, по-моему, там в заголовке есть «Моа Старс Октур Дангенюрс». И там, в начале, довольно много с цитатами, даже, как-то говорится, с цитатами, что вот чего-то для детей никаких алмазонных знаний не нужно, просто как факты по поисковой кем-то. Ну вот, ну ладно. Хорошо. Еще вопросы? Вы демографии представили, что галактики зависит от полоэксподенциального закона, но в начале, потом, там, если у него единица, там, четвертая, все равно единица, третья. То есть, и вопрос, что мы сейчас, как бы, где находимся, и в комнате. Ага. Хорошо. Мы вас справились. Мы сейчас находимся, там, где объема приближается в единицах. Почти. Почти. Во всяком случае, оно с инфляцией. Очень. Значит, воно его единичка. Нет, просто, не обязательно, если вот эта единица. На инфляции она сверху и снизу приблизиваются со страшной силой. Потом, возможно, некоторое донение. Сейчас, мы находимся где-то тут, и мы опять походим вот на такой режим. А что называется? По осям, вот так, омега. А так, масштабный фактор. И вот мы где-то, вот тут конец инфляции. Вот тут начало, обычный доненант. Сначала была, когда инфляция закончилась, сначала в том, что была доминантность реалитиристской потери. Потому что вот это поле у Флатона, оно, так сказать, влияет от реалитиристской потери. Потом, словно, реалитиристская, но все равно закон уже пришел в основании. А сейчас у нас доминирует вакууму поток энеретрия. И мы расширяемся по экспоненциальному закону. Вот это вот омега 3e. У нее, думаю, вредно, по-видимому минус единица. А если минус единица, а еще хуже меньше, чем минус единица, то омега приближается к единице. Кстати, раньше считалось, что если Вселенная открытая, вот давайте еще одну форму подпишу, ну, на линию вот это посмотрим. Если Вселенная открытая, то она будет расширяться вечной. Если Вселенная замкнутая, она будет схлопиться, ну и плоская тоже сама будет расширяться вечной. Почему мы это знаем? Вот есть минус К на квадрате. Ро падает как А в Когу или как А в четвертыхе. И когда-то этот шлем станет меньше этапа. Значит, открытая Вселенная аж должна обратиться в лоб. Жиг, и пошло назад. Если оказывается, что А положительно, то аж никогда не обратиться в лоб, а будет все это плохо. Когда у нас Ро стремится к постоянной, в тюрьмой материи. Так как вы увидите, что если добавлено меньше, если ее есть, так она еще и растет, то здесь у нас этот шлем, если сначала будет больше, то всегда будет больше. И поэтому открытая и замкнутая Вселенная будет расширяться вечно. Так что, по крайней мере, нам не возник, что через какое-то время все это схлопится и будет очень жарко. Но, зато, вот может стать очень хромно, когда звезды распадутся. Но тут есть какие-то надежды сильно продлить жизнь. Да. И выделяю, я могу забыть, не научную трудность. Значит, у нас потомов какие-нибудь эксперименты ставить можно? Согласно теории, масса ртового поля примерно 10-6 от массы 0. то есть здесь 13 или 10-14 вегрев. Ну вот, попробуйте прямой вот. Есть, правда, теории, связанные с полярмом Х, может быть и интересно, но я не знаю, это уже так сильно не важно. А то, что касается экспериментов, мы можем проверять инфляцию не только вот есть с тем, что реализация микроволнового фона, то есть микрофона, и все такое, это не непосредственно. А буквально частица я бы не знаю. Ну вот, могут быть гипотезы, что это, например, фиксовская полярс, нету взаимодействия международных впечатлений, которые работают на малых временах, которые вызывают инфляцию, а потом превращаются в нормальный хикс. Ну, это может быть так, но, что это, как говорил Зайбрович, это есть квадрат гипотезы, такие модели взяли на смазы. Ну, что в инфляции в инфляции что это? Да. Как здесь гипотеза о самом гуке, которую мы почти так видим. Значит, в следующий раз мы начнем немножко с этой алгивы, то, ну, то есть законы расширения, это просто стилеты, просто смещение, ну, а потом мы перейдем к уже эти. Так, немножечко я, действительно, провожу романтическое распределение и, да, в институте это изобретающие какие-то, которые, я не знаю, как вы, я в институте не проходил, продал, заповеду, открывать, даже часть известных, вот, вот, и, ну, надо быть, надо быть, надо быть, мы за дверь уже, пытаемся, Продолжение следует...